Сильнейшие шахматистки мира Жан Сая Абдумалик из Казахстана начала турнир с победы на данные Затонских. Американская шахматистка Ирина Краш обыграла грузинку Нанудзагмидзе. Добрый день, дорогие друзья. Добро пожаловать в Санкт-Луис. Анастасия Корлович и Эльмира Скрипченко. Добрый день. Добрый день. Мы будем радовать вас сегодня своими комментариями. Сегодня начинается второй тур Кубка Кэрнс. И 10 участниц приступят к борьбе через 10 минут. И, конечно, бы хотелось напомнить, что в первом туре было очень много результативных партий. То есть 4 партии из 5 закончились результативно. Просто ошеломляющий результат. И мы забыли о том, что мы хотели немножко пошутить, что Мариси Баг и Харри Кадронавали просто ошеломили местную публику. И публику всего мира единственным ничейным результатом. Так что надеемся, что сегодня все 5 партий закончатся результативно. Невозможно в это поверить. Ничья. Была одна ничья. И вот они, женские шахматы. Зрелищные. Зрелищные. Фейерверк на каждой доске. И через 10 минут начнется второй тур. Сегодня у нас очень интересные встречи намечаются. По-моему, изначально мы должны поговорить о том, какое сейчас турнирное положение. Да, давайте взглянем на таблицу, быть сможет. Прежде чем мы перейдем к пэрингс. Со вчерашнего дня ничего пока не изменилось по-прежнему. Четыре участницы набрали по одному очку. Те, кто победил в первом туре, это Александра Костенюк, Валентина Гунина, Жан Саябду Малик, Ирина Краш. По полочкам у Харри Кедронавали в Мариси Баг. Неожиданный совершенно результат для этого турнира, подчеркнем это еще раз. А далее идет Нана Дзагнидзе, Элизабет Петци, Белла Хатанашвили и Анна Затонских, у которых в данный момент ноль очков, но все впереди. И просто турнир настолько сильный, что, опять же, хотела бы повторить, что любая участница способна его выиграть и сохраняет шансы его выиграть. Даже получив ноль в первом туре, это может, конечно, задеть, раззадорить, разозлить. Мне бы очень хотелось посмотреть, как участницы подготовились к следующим партиям, изменили ли они немножко дебютную подготовку. Но на самом деле, давай напомним еще зрителям о формате турнира. Да, давай. Сейчас перед нами будет краткое содержание предыдущих серий. То есть у нас 10 игроков, которые играют по круговой системе. На партию дается 90 минут на первые 40 ходов, затем 30 минут до конца партии, а также после каждого хода добавляется еще 30 секунд. Да, это стандартный контроль для всех соревнований ФИДа, то есть это классический контроль. И я думаю, что надо еще напомнить, что участницы не имеют права предлагать ничью до 30-го хода черных. То есть какая-то логическая часть партии все-таки должна быть завершена, прежде чем соперницы смогут предложить ничью. Но в принципе, я думаю, что в этом турнире нам особенно это не грозит. Но на самом деле, мне кажется, почти все партии, в общем, разглазка произошла как раз в момент цепнота. Кроме одной партии, которая завершилась уже потом в Эйншпиле, в основном, кажется, все решилось на последних минутах. Да, цепнот это просто сложнейшая фаза шахматной партии. Мы видели, что практически все партии вчерашнего тура завершались в цепноте, потому что буквально уже на 15-20 ходу у всех оставалось по 15-20 минут, и они решали очень много дебютных проблем, проблем в Эйншпиле. То есть не так просто было. Еще раз подскажем, что у нас здесь 9 туров в этом соревновании, и турнир начался уже 6 февраля и продлится до 15 февраля, если у нас не будет тайбрейка. Трансляция будет каждый день начинаться в 12.50 по местному времени, что около 10 часов по Москве. И сейчас также мы хотели бы поговорить о призовом фонде. Это очень важный момент. Да, на самом деле, это очень важный момент, потому что женские шахматы все-таки привлекают все больше внимания спонсоров. Это очень приятно, потому что общий призовой фонд этого турнира составляет 150 тысяч долларов, а первый приз это 40 тысяч долларов, дальше идет уже по убыванию 30 тысяч, 20 тысяч, и последний приз за 10 место участница получит 5 тысяч. На самом деле, мне кажется, что это очень внушительный призовой фонд, и если сравнивать другие турниры, в которых я думаю, что даже, Эльмира, ты даже лучше с этим знакома, и прекрасно помнишь цифры, которые были 15 лет назад, 20 лет назад, я могу, кажется, назвать только те, которые существуют на сегодняшний день. Допустим, если вспомнить чемпионат мира, то первый приз в чемпионате мира 60 тысяч долларов, если вспоминать Кубок мира, чемпионат мира, который проходит по нокаут-системе, который завершился в Ханты-Мансийске, первый приз был 60 тысяч, а второй 30 уже, то есть там падение шло довольно быстрое. То есть мне кажется, что это очень хорошие призы, и я думаю, каждая участница будет еще более мотивирована показать здесь интересную игру и побороться за самые высокие места. Ну, конечно, в принципе, в шахматах мы наблюдаем такое совершенно естественное изменение, как бы вознаграждение шахматистов. Во-первых, спорт становится все более и более профессиональным, и если сравнивать с другими видами спорта, то подобные явления наблюдались и в теннисе, и в других спортивных дисциплинах, где спортсменки не только показывали очень хорошую игру, но они заинтересовали и компанией, и спонсоров, которые вкладывали деньги в развитие спорта. То есть я надеюсь, что в шахматах вот такие турниры, они положат очень хорошую традицию, и в принципе супер турниров должно быть, по моему мнению, особенно женских, гораздо больше. То есть все так и будет. А сейчас мы переходим к жеревелке второго тура. Сейчас она появится на экране. Да, то есть первая партия это Мари Сибак против Жансаи Абду Малик. Самое интересное, что две шахматистки практически не встречались между собой. Единственную партию они сыграли в Рапиде совсем недавно, скажем, в 2017 году, который они завершили в ничью. И Жансаи самая юная участница этого турнира, поэтому совершенно ничего необычного в этом нет. И мне кажется, это будет очень-очень интересная партия. Далее идет Александра Костенюк против Анны Затонских. Вот здесь как раз, я думаю, они встречались не раз за шахматной доской. Но на самом деле они сыграли очень много партий. И что меня удивило, когда я, в принципе, просматривала статистику их встреч, что на самом-то деле в классических партиях Анна Затонских ведет 3,5 на пол. То есть она очень-очень неудобный соперник для Александра Костенюка. И было бы даже мне вот интересно посмотреть, как Александра подготовилась к этой партии. Нашла ли она какой-то вариант, который бы удивил Анну. Видите, Анна очень упорная шахматистка. Сопротивляемость у нее очень высокая. Может быть, это тоже как бы такой фактор, который немножко дестабилизирует Александру Костенюк. Дальше третья пара Белла Хатинашвили и Элизабет Петтс. Да, Белла Хатинашвили ведет 2,0. В личных встречах, то есть при ничип, то есть она плюс 2 ведет, скажем так. Мы сыграли пару партий в ничип. Очень много было партий в Рапид и Блиц, но Элизабет пока еще не удавалось обыгрывать Беллу. Харико троновали на нот за гнидзем. Очень быстро мы поговорим. Да, они тоже сыграли очень много партий. Они сыграли очень много классических партий. И в классику обычно всегда выигрывали Белые. То есть это очень интересно. И у нас осталась центральная партия. Центральная партия. Да, Ирина Круш против Валентины Гунины. Конечно же, обе лидируют в турнирах по одному очку. И между собой они играли только в Блиц. А в классику не встречались? В классику не встречались совершенно. Поэтому нам очень интересно будет посмотреть, как же завершится их первая встреча в классические шахматы. Да, такое противостояние стиля. Я думаю, Ирина Круш, которая очень классический стиль, позиционный. Она очень позиционный игрок, правильный. Она играет в очень правильные шахматы. Пытается понять все нюансы и глубину позиции. Валентина, просто чародей, как удесница на шахматной доске, всегда пытается... Что-то Ирина Чута говорит. Интересно, эмоционально. А Валя, мне кажется, посмотрели наверх. Наверное, мне нравится освещение. Мне кажется, в этом можно... Да, и, кстати, освещение, в принципе, для шахматиста, в принципе, оно очень важно. Не стоит даже забывать претендент. То есть в партии, когда Бобби Фишер наставил на хорошем освещении в матче с Борисом Спасским, ну, скажем, это... Это было одно из требований. Одно из требований, да. Одно из требований. Но на самом деле не... Как бы не самое нерациональное, потому что это очень важно. И порой при плохом освещении очень сильно болят глаза. И ты теряешь концентрацию. То есть для меня это совершенно логично. И, быть может, там либо проблема с вентилятором. Я не знаю, что происходит. На самом деле, это приходится смотреть на шахматную доску иногда по 6 часов. Да. По 5-6 часов. И если освещение плохое, то это очень неприятно любой шахматистке. И на самом деле даже существуют стандарты, каким должно быть освещение. Да. Вот видишь, Ирина начала партию с хода кони в 3, которая ведет к позиционной борьбе. То есть я не знаю, если она ставила свой выбор на сторондийском начале, либо она переведет... Не знаю. При ходе кони в 3 белые сохраняют за собой право выбора дебютных схем. Ты можешь перевести и в каталон, G34 сыграть. Все зависит тоже от Валентина. Валентина, на моей памяти, по-моему, не играет в страндийскую защиту, либо очень редко. Видишь, скорее всего, Ирина, быть может, переведет партию в страндийское начало. Но я не знаю. Опять же, зависит от Валентина, выберет ли она схему с C6 слон G4. Это то, что я, кстати, играла раньше. Немножко знакома здесь идею. Да, в этих позициях, на самом деле, и в черных, и у белых очень богатый выбор. Зависит от того, куда черные поставят своего слона. Но они, в принципе, могут даже его оставить и на C8. То есть у них есть выбор. Играет схемы слон G4, слон F5. Играет схемы, похожие на Миран. То есть конь F6, E6, слон D6, конь B7. Потом вводить слона на B7. Я не знаю, задумала ли Ира играть эту схему с пешкой на D3, с пешкой на D4, не двигая пешку вообще, C4, B3. То есть на самом деле этот дебют интересен тем, что... Все-таки слон G4. Мой любимый ход. Да, выбрала схему со слон G4. Я играю этот дебют белыми тоже. И провела много времени изучая эту схему со слон G4. Вот мне интересно, Ирина сыграла, мы видим на экране, она сыграла 2-0. Ход, опять же, оставляющий за собой право выбора. Черные могут тут пойти сначала не конь F6, а конь D7 тоже. При ходе конь D7, я думаю, что вот, где шевалей пошла конь D7. Самый четкий ход, тут ход C4. Потому что очень часто, знаешь, ты можешь потом затруднить себе развитие. Может быть, уже не будет времени так пойти, да? Ну, да, но Ира решила пойти D3. Или как, подожди, или C4, когда же я ходила? Сегодня C4, да. Ира, скорее всего, тогда выбрала D3, наверное, схему задать D3, конь D2, ферзь, Е1, Е4. Тогда это уже схема больше астроиндийского начала. я помню, как жаловался на это все вместе с Женей, когда комментировали здесь. И теперь я слышу у нас шумят соседи. Придется на них пожаловаться. Ох, ты тревел. кажется, серьезно перестанут. И тут, опять же, как бы черные думают, определяться ли им с конем на F6. Но тогда при плане с конь D2, Е4, или перзей 1, Е4, черные очень часто берут D, Е, ДЕ, ходят Е5 уже тогда. Вот непонятно, Е6 надо сразу ходить? Нет, нет. Если ты хочешь играть эту схему, может тогда конь F6 начать. Чтобы не терять этот темп на Е6, Е5, тогда действительно, не только темп летела. Видишь, вот Валя пошла по какой-нибудь в 6. Может быть, там белый по 2, на 2, может быть, сразу перезь, но я тоже не знаю. Сохранить за собой возможность. И опять же, белые сохранили за собой возможность сыграть С4 в этой позиции. Она ведет совершенно к другим структурам. Вот С7-1 С4, тогда черные уже пойдут Е6. Но ведь Ира пошла конь D2 и тогда она уже, скорее всего, переведет игру в позиционное русло Е6. Тут можно сразу пойти Е4, можно пойти Ферзи Е1. Я не знаю. Иногда, по-моему, уходит H3 и спрашивает, куда пойдет этот слон. Я не знаю, в этот ли момент или позже. Порой, мне кажется, я не знаю, особенно в схемах с Т4, выгодно не пойти H3, чтобы, не знаю, иногда сохранить какие-то идеи с Ферзи за 4 конь Е5. Ну, опять же, в этой позиции это выглядит все достаточно абстрактно, но, несмотря на это, эти позиции могут быть очень конкретными. Поэтому, самые такие нюансы, думаю, как мы вчера видели в итальянской партии, H3, H6 не пошел. То есть, тут тоже может быть H3 может быть выгодным ходом, а может быть, да, и совсем нет. То есть, я думаю... Куда бы ты поставила этого чернопольного слона за черных? На Д6, на С5, на Е7? Если черные, если белые пойдут С4, что меня очень удивительно, тогда, конечно, можно поставить слона и на Д6, и опять же, с И9, и потом, после рокировки, в Ладея Е8 провести Е5. При Е4, при плане с Е4, слона на Д6, конечно же, лучше не ставить, тогда уже черные обычно, вот скажем, давай мы просто пас покажем, да, сейчас ход белых получается? Да, ход белых. Если белые пойдут Е4, да, ДЕДЕ, я думаю, что очень интересно, ну, возможно, это продолжение. Ну, и пойти Солнце 5, тоже. И, и потом Е5, как бы, ферзия 1, да, ферзия 1, ну, какая-то совершенно, как бы, нормальная позиция, да, и... Мне нравится за черных тоже. Я думаю, раз ты играла за белых, значит, тебе она должна была нравиться и за белых. А, и на самом деле, это потеря темпа, которая кажется, кажется, Е6, ты проводишь Е5 в два темпа, она не такая существенная тут. Надо всегда следить за планами, потом, связанные с коней, Х4, конь Е5, вот, очень часто играет белые тоже, Х3, конь, Х4, но у них тоже проблемы с развитием этой позиции, не так очевидно, то есть, почему мы уходим в ферзи Е1, мы освобождаем, на самом деле, может быть, не сейчас, это после Е5, да, да, но просто, почему мы уходим в ферзи Е1, это не только, чтобы развязаться, но также, чтобы освободить коня с Д2, мы защищаем еще фешку, просто Е4, и позволить ему прыгнуть на С4, вывести слона, иногда ходят Б3, при Б3 ходят А5 черные, они ставят ферзя на С7, то есть, получается такая длительная позиционная маневренная борьба, и, может быть, посмотрим следующие партии, да, Ира, то есть, она не определилась, она решила пойти H3, все-таки решила, да, проверить, тогда, скорее всего, быть может, она решилась на план H3, слона H5, конь H4, есть такая идея с F4, да, и на слон Е7, F4, вот такая какая-то идея есть, и, по-моему, я ее даже анализировала, теперь грозит она же 4, где-то F5, да, на самом деле, тут очень интересные позиции возникают, белые тоже ходят, даже ферзи Е1, потом допроводят Е4, ну, в общем, странные, с идеей всегда, конечно же, но, Ира, видишь, она пошла H3, H4, то есть, она перевела позицию в русло Сторон Дисканского, самого классического практически, но уже со слоном на H4, H5, и я думаю, что Валя, в принципе, должна реагировать, либо до еды и слон С5, я не знаю, что она погибла, можно просто пойти слон Е7, я не знаю, все-таки Валя играет каракан, тоже черными, и она вывела уже слона, и эти позиции, проблема в том, что при коне на Д7, ты всегда, ну, должен считаться с Е5, и коню на F6, в принципе, не так просто найти, какую-то клетку, да, клетку, естественную совершенно, ну, давай посмотрим, обратите внимание, да, на другие партии, Александра Костенюкс, Анна Затонский, да, давай посмотрим, что же приготовила Александра, Анна Затонских, в принципе, играет русскую партию очень давно, это, я думаю, основной дебют в ее репертуаре, потому что даже в партиях, в которых мы играли вместе, сборная Франции против сборной Америки, уже достаточно давно Аня тогда использовала русскую партию, и да, С4 ход очень интересный, в последнее время применяется очень часто, особенно русскими, российскими шахматистами, да, видишь, Аня задумалась, получается, то есть уже потратила 10 минут, мне кажется, на этот ход, может быть, она не совсем знакома с этой теорией или пытается вспомнить, поскольку С4, наверное, не самый популярный ход, насколько я могу судить. Не, но он ведет к таким очень простым позициям, но где белые сохраняют определенный перевязь, и там нужно постоянно делать очень точный ход, поэтому я не уверена, мне кажется, не повторить этот вариант в принципе невозможно, быть может, какой-то выбор предстоит. перед... Я вот смотрю на его выражение лица, как будто бы она что-то пытается вспомнить, так смотрит, я не знаю, вот это выражение лица мне напоминает мои собственные мысли, я думаю, не партия ли это непомнящего? Да, вот я наконец-то мне удалось посмотреть в датабазе, ну, это партия непомнящего, и Корякина, и даже, ну, и сам Корякин-Каруана, наверное, самая такая последняя партия, где было сыграно, ну, они просто перевели в другую классическую позицию, где Сережа Корякин на 4, конца 6 сыграл d4, и Фабиано сыграл d5, на конце 6 сыграл d4, d5, да, и вот они играли такую классическую схему c5, слон е7, которая может получиться также и разменной французской, то есть тут тоже дело вкуса, вот я думаю, быть может, Аня думает о том, какую позицию ей было бы приятно играть, легче играть, она тоже играет французскую защиту, да, опять же, вот видите, она пошла слон е7, у наших участниц в принципе на таком высоком уровне у них достаточно универсальный стиль, они играют очень много дебютов, они понимают очень много дебютных схем, и порой вроде бы сделано 2-3 хода, ты совсем не понимаешь, над чем же человек сидит и думает, это на самом деле, быть может, он уже видит где-то позицию на 20-м ходу, не из русской партии, а из французской защиты, да, и она пытается быть может понять, теряет ли она темп в каком-то варианте, не теряет, то есть стоит ей ходить, например, естественным ходом в этой позиции был просто конь f6, например, то есть слон е7, конь f6, она на самом деле задумывается о расстановке фигур, может быть, она еще пытается понять, так как у нее большой арсенал, есть выбор, может она пытается понять, какая позиция будет неприятна именно ее сопернице, в каких позициях может быть ее соперница разбирается хуже или может быть менее готова, мне кажется, это тоже, наверное, имеет свое значение, но когда ты играешь против Александра Костенюк, я бы не теряла времени, знаешь, на такие вопросы, которые, мне кажется, совершенно не нужны, потому что час тридцать это очень мало, мне кажется, надо решать конкретные проблемы и особенно в русской партии, в принципе, мне кажется, ну уже проиграть так уж быстро в принципе совсем невозможно, ты, как правило, получаешь чуть худшую позицию, даже если ты не вспомнил вариант, конечно, и и пытаешься потом снижить всю партию и защищаться, то есть это, конечно, не самое приятное чувство для шахматиста, но порой приходится делать выбор, да, давай тогда посмотрим, до 4 совершенно естественный код, то есть в некоторых партиях тут можно сыграть трокировку, можно пойти слон же 4, сделать код более агрессивный, но который ведет уже к конкретной борьбе, и то есть белые могут сразу определить H3, слон D7, давай взглянем, что же происходит теперь на... партия Abdomalik Sibak, Sibak Abdomalik и так, испанская партия, на французскую манеру, Sibak Abdomalik Sibak Abdomalik как в оперной, оперной дебют, и ну, она показала очень хорошую дебютную подготовку уже во вчерашней партию в защите Грунфильда, и очень хорошее понимание позиции, вот, что радует, и ну, тут пока особо ничего не скажешь, это классический вариант испанской партии, то есть все зависит, Мария сыграла D3, И могу понять, почему после хода B5 Мария Тувает? Или может быть, что-то не так, а вот уже пошла Somba 3, потому что мне кажется, ход Somba 3 делается просто автоматически, поэтому немножко удивил, может быть, это была проблема с трансляцией. в этой позиции несколько ходов, я думаю, есть у черных. Ну, черные избрали продолжение с D6, то есть и тут на самом деле какие планы? Можно классический план принять, но в последнее время, особенно на высоком уровне, очень часто, то есть D6, черные уже хотят просто пойти конь опять и забрать этого слона. И в принципе излюбленное продолжение в последнее время это сыграть А3. Даже А3. А3 на самом-то деле, да, они уже не играют, не используют такие классические планы, как с C3, они считают, что в принципе особого перевеса не приносят, то есть все эти позиции уже заиграны. Известны. Да, известны. Ну и на самом деле ход А3 ведет к такой очень интересной борьбе, в чем идея, что они препятствуют ходу D5, потом после А3 2-0 ходом конь C3. То есть вот так они трактуют эту позицию в принципе и на самом деле появляются как бы даже в моих анализах очень интересные идеи на слон G4 очень часто. Тут есть очень много ходов. Слон B7, слон G4, слон E6. И вот, например, на слон G4 самый, я думаю, сильный ход это слон E3. Очень много было сыграно партий, особенно в последнее время. И я хочу посмотреть действительно, что приготовили шахматистки. Я думаю, что Мария приготовила хода 3 с идеей конь C3, потому что очень много разработок в этом варианте сделано французскими шахматистами. и Максим Ващелограф тоже очень часто применяет излюбленный вариант. Есть такая мода, во Франции играют так, трактуют так, а в России вот так. Как-то следишь за своими коллегами. Да, как я говорила, что, например, выбор русской партии, именно этого варианта в последнее время наблюдается в партиях российских шахматистов, значит, они проанализировали эту идею на сборах. Возможно. Это совершенно нормальное явление. И французские шахматисты не так часто собираются вместе, но они очень-очень любят шахматы, и у них очень много идей. Порой, конечно, они не выживают проверку компьютером, но на самом деле вот что интересно, что идеи у них порой бывают очень интересные, колоссальные, и которые не так часто идеи позволяют развивать целый дебют. То есть, быть может, этого хватает только на одну партию. Ну, например, в данном варианте, то есть А3 и Кунцетри, они проанализировали достаточно глубоко. Если Максим Ващелеграв использует это на самом высоком уровне, это значит, что позиция не только игровая, а предоставляет много возможностей для творчества. Посмотрим дальше. Давай посмотрим, что у нас осталось. Дронаварит Загнидзе. Нана Загнидзе вчера проиграла против Ирины Краши. Конечно же, сегодня она попытается как-то отыграться. Я так думаю, что происходит. Они начинают играть все мои дебюты. Видимо, чтобы мне было легче комментировать. То есть, я даже не помню, чтобы Нана использовала в своей практике принятые ферзевые гамбеты. Я тоже. И Е5? Ну, нет, на Е4, в принципе, Е5 это одно из основных и форсированных продолжений. поэтому я думаю, что я не уверена, Харрика использовала ли тоже Е4 в своей практике, потому что она очень осторожный игрок. Я, опять же, давай посмотрим Куньев 3, Ед, Слоньце 4, Куньце 6, это все теоретически, да. То есть, например, тут могли еще черные выменять слонов до этого, пойти Слоньба 4, ну, хорошо. Скажем, Нана решила, она выбрала вариант Слоньи 6, Ферст Б3, Ферст Д7, это все уже очень давно изучена теория, но по моим данным как бы эта позиция всегда оценилась в пользу белых и достаточно стабильно. У белых достаточно стабильный перевес. То есть, ну, в любом случае, если мы посмотрим на часы участниц, получается, что Нана потратила на 10 минут меньше времени, я не думаю, что она очень сильно удивила Харику, но, возможно, все-таки немножко ей удалось. А вот давай я просто проверю на самом деле, встречалось ли это в практике Харики, потому что мне даже самой любопытно, что я столько готовилась к этим двум шахматисткам в своей просто спортивной карьере, что я уже изучила их дебюты, и на самом деле мне очень было бы любопытно. посмотреть. Давай пока посмотрим, что там. Было ли что-то. Давай перейдем к партии. Посмотрим, во-первых, на последнюю партию. на самом деле Харика и Нана сыграли огромное количество партий. Я так понимаю, что они в одной возрастной категории играли еще в сети юношеские чемпионаты мира и мира. И счет у них приблизительно равный, насколько я могу судить. во-первых, вот что дает статистика в моей базе данных датабейса. Вот оно шизофреническое совершенно состояние, где я же не знаю, на каком языке я говорю. И в котором вот статистика партии Харики заключается в том, что принято ферзевый гамбит в ее практике встречался всего 4 раза. Представляю, что для шахматистки такого уровня значит Нана сделала выбор в пользу очень редкого продолжения. Считаю, что как бы в принципе Харика не начнет партию с D4 D5 C4 она очень часто будет конь F3 и при этом вариант случившийся в партии случился всего лишь один раз. Она играла против довольно слабой шахматистки и которая избрала вариант, о котором я говорила сломба 4 шаг он достаточно простой и так что Нана неуверена была то есть какой ход сделает Харика уже после Edecon D4 то есть она основывалась по моему мнению просто на последние теоретические партии вот и все. Пыталась как-то застать врасплох свою соперницу. Это совершенно нормальная тактика которая используется всеми шахматистами в принципе как бы на всякий случай ты всегда должен иметь один вариант даже если он представляет собой определенную долю риска и это такая на самом деле покерная тактика на ней способны быть может не все шахматисты потому что порой очень важно играть позицию которую ты очень хорошо знаешь которая здоровая но вот например даже магнус калсон он очень любит порой идти на такие позиции которые быть может ничего особенного не представляют тоже позиционно план но они несут в себе такой очень игровой характер где очень много борьбы и где порой он удивляет своих соперников которые не совсем готовы к перемену характеру вариант ты помнишь из скажем дебют ты помнишь из репертуара магнуса мне кажется там есть из чего выбрать нет но даже в последних турнирах я совершенно изумилась когда магнус сыграл защиту пирца уфимцева ну или там модерн как бы ну просто я черными я настолько была как бы удивлена потому что тоже не свойственно его стилю но магнус он игрок и это качество меня просто поражает она и восхищает мне кажется что это настолько важное качество особенно для современного шахматиста сохранить вот эту определенную долю риска идти на нее и авантюризм мне кажется тоже иногда это качество на самом деле оно удивительное немногие особенно вот в современных шахматах на элитном уровне на это способны потому что все сидят работают проводят сборы знают теорию порой до 30-40 года то есть творческая составляющая я вообще не знаю где начинается в некоторых партиях поэтому очень много ничьих потому что не стоит об этом забывать шахматисты работают не знаю по 7-8 часов минимум в профессиональном уровне это очень тяжелый изнурительный труд и порой тебе даже не хочется чтобы осталась эта творческая составляющая потому что при твоем турнирном положении тебе не хочется идти на этот риск то есть хочется сохранить результат играть на сохранение результата и вот это качество присущее магнусу оно вызывает у меня как игрока очень большое уважение восхищение в принципе знаешь он когда играет в блиц на твиче то есть мой любимый вариант который недавно стал применять очень регулярно он любит сыграть первыми ходами не важно что делать белые черными c6 f6 ферзя 5 король d8 ферзь h5 и ферзь e8 переставить ферзя с королем и после этого говорит ну а теперь поиграем ты слышала нет я на самом деле не слышала потому что я не совсем слежу за современными технологиями но я вспомнила случай из последнего чемпионата мира парапиду где магнус по-моему сыграл он избрал продолжение на e4 e5 ферзь h5 попытался поставить школьный мат детский мат даже детский мат что-то в нем есть он сохранил души ребенка и на самом деле вот эта щегольская ферзь h5 конечно меня вызвало улыбку кстати позиция была не такая плохая может быть настроили само состояние уже в принципе привело его к гибели но задумка была хорошая то есть как бы не новая но трактовка быть может оригинальная давай посмотрим что же случилось а мы посмотрели хатынашвили пайцы да мы не взглянули мы не добрались до партии хатынашвили пайцы было хатынашвили да c4 c6 конюф 3d5 элизабет хотела играть славянскую защиту но в последнее время было она тоже избегает дебютных разработок очень часто я заметила даже в партиях грузинских шахматистов и мы видели да вчера в партии наны то что она избрала не самое принципиальное продолжение c4 и трактовала его тоже быть может не самым лучшим образом тут но здесь перешли во что-то да ну элизабет перешла в славянку с g6 как бы быть может она ее готовила в любом случае если бы белые вы пошли d4 и это такое немножко хитрое продолжение оно оставляет за белыми возможность если бы элизабет она не перешла бы в схему с g6 слон g7 а перешла бы в традиционные схемы со слоном на e6 с пешкой на e6 со слоном на e7 они оставляют за собой возможность тоже мы часто видели в партиях сыграть g4 то есть не рокироваться оставлять короля в центре в этом и заключается хитрость этой схемы которую использует белла но в принципе элизабет решила избрать схему со слоном на g7 то есть допустим можно показать здесь да вот здесь я имею ввиду если перейти просто в миранские схемы что хотят на самом деле белые слон e2 подождем пока рокировка допустим да очень часто они ходят конь c3 там скажем конь d7 ферзь c2 да и вот уже начинается где-то хочется осматривать да и наскоке конь g5 появляется и g4 вот они сохраняют за собой возможность даже уйти в длинную рокировку ну зависит конечно от того как поставят то есть фигуру черной иногда они переводят тоже в схемы они поставят слона на d6 хотят пойти e5 ладья e8 ну тогда тоже хочет d4 и мне кажется что тогда по сравнению с мираном у белых в каких-то позициях лишний темп вот насколько я помню но опять же я анализировала эти позиции очень давно я в основном играю открытые дебюты e4 ну конечно когда ты смотришь партии которые играются на высоком уровне последняя партия в турнирах то есть конечно в курсе дебютных идей но быть может мы не знаем всех тонкостей опять же тонкости анализа где именно нужно сыграть g4 но как идея она в воздухе она в воздухе но тут елизабет видимо тоже пришлось играть поплотнее без этих всех приключений да она я думаю задумалась опять же о том какую позицию ей играть проще то есть это позиция славянской защиты с слоном на g7 прислоняем на b2 она ведет к нему очень позиционно позиция где опять же очень много маневрирования ты видишь у белых поле е5 пока часто ну белые тоже берут надо 5 cd cd ставят ладжи c1 конь a4 там ставят слона на 3 потому что на b2 он уже совершенно непригоден то есть они пытаются улучшить улучшить фигуры позицию своих фигур да мне кажется это ведет к очень спокойной борьбе я думаю что мне кажется сейчас как раз участницы разыграли теорию и задумались наверное практически на всех досках как продолжать дальше развивать партию и выбирают планы то есть первые вот ходы сделаны очень часто вот этот показатель времени когда первый раз на самом деле задумываешься он говорит о том то есть где в принципе заканчивается подготовка и где человек ну то есть игрок начинает играть сам то есть с какого момента ты начинаешь играть сам компьютерная подготовка играет очень большую роль в современных шахматах и порой бывает сделано 30 ходов на часах просто показатель там час 30 час 40 я не знаю у Яны не помню чего очень часто бывает такой в партиях порой уже сыграно 30 ходов у него уже небольшой перевес и на часах час 40 это очень приятно когда остается столько времени пока участницы думают Эльмира можно я задам тебе вопрос у нас здесь наши зрители присоединились к нам все самые стойкие которые не спят в это время они с нами давайте вопрос Эльмира часто ли вам говорят что вы очень похожи на главную героиню культового советского блокбастера ирония судьбы или с легким паром ну я на самом деле говорила очень много об этом фильме вчера очень его люблю и но нет спасибо за комплимент не знаю даже как реагировать на комплименты но тебя никогда не путали с главной героиней никогда не путали но готовлю я очень плохо есть совпадение на самом-то деле да я не знаю я не пыталась еще никого отравить своей заливной рыбой ну попробую на самом деле мне кажется мы наизусть знаем этот фильм просто можем в принципе он затрагивает на самом деле нашу сущность наше детство нашу веру в хорошее в прекрасное и в принципе что чем является для нас шахматы это символически на самом деле быть может можно провести такую параллель придется выучить мне тоже польский видимо чтобы быть совсем как бы да да что совсем как бы по станиславскому методу станиславского быть войти уже в образ героини также вопрос но зато пою поешь да а на самом деле в этом фильме она не пела да пела Алла Пугачева ты поешь тоже как Алла Пугачева нет я может быть не так хорошо но очень люблю петь мы уже об этом говорили когда у нас уже закончатся все идеи то споем рано или поздно у кого что-то очень черное кому кому можно было бы спеть оду оду о женских шахматах также вопрос мне от Владимира Фомина Настя Карлович вы считаетесь корреспондентом Феде как вы попали в Сент-Лоуз на этот турнир пригласили пригласили все совершенно верно на самом деле я так же как и Эльмира очень люблю женские шахматы женские турниры и я очень рада тому что наконец-то проводится такой прекрасный супер турнир мы провели огромное количество часов наблюдая за видеотрансляцию турнира в Сент-Лоузе Кубка Синфилда и наконец-то у нас здесь проходит женский супер турнир чему несказанно рады и огромное спасибо конечно же за приглашение от организаторов этого соревнования пригласили пригласили не стоит я думаю обесценивать профессиональные качества Анастасии Карлович как журналиста мне кажется что она все-таки прекрасный журналист и помогает мне в этой непростой работе и дополняет меня и чувствует гитару ей придется дать в руки чтобы последний последний день когда мы будем исполнять русские романсы играл чтобы она и в этом мне помогла на самом деле здесь по-моему даже Морис Эшли сказал в один момент что такой концентрации женщин в этом здании никогда наверное не было то есть у нас женщины-комментаторы женщины-игроки и это замечательно и это на самом деле настолько приятно что быть может он даже немножко неуютно чувствует себя потому что угрожает ему в ступах тоже пошатнуться на самом-то деле на самом деле Атлас Атлас может тоже пошатнуться для тех кто не знает у нас проходит одновременно с нами идет английская трансляция буквально в соседней комнате и Дженнифер Шахады Морис Эшли и Ясер Серован официальная команда американских комментаторов которая работает тут уже я думаю около 10 лет они очень популярны безумно популярны и они я думаю сделали очень много вклад в их в американские шахматы популяризация американских шахмат просто бесценен я думаю конечно же это сделано на американский лад очень эмоционально эмоционально мы делаем это я думаю на русский лад тоже со своими эмоциями я думаю пора уже притащить чебурашку я думаю на следующий тур и поговорить и поговорить о детстве и еще один вопрос последний из чата и потом мы опять вернемся к партиям Эльмира не возникали ли мысли вернуться в родную молдавскую федерацию и поделиться своим знанием и опытом с молдавскими шахматистками и вообще внести свою лепту в популяризацию шахмат в стране вы знаете я в молдавии на самом деле возвращаюсь очень часто я благодарна что выросла в этой стране и в принципе и при советском союзе и в молдавии я являлась таким быть и может и ученицей советской шахматной школы и молдавской шахматной школы и шахматного всеобыча мне очень много дало тоже общение с ведущими молдавскими шахматистами и я очень часто вот совершенно недавно была в клубе где играла будучи ребенком не знаю до энное количество турниров и обычно когда возвращаешься уже взрослым человеком в места которые настолько играли важную роль в твоей жизни кажется все вроде бы таким ну маленьким потому что когда будучи ребенком это все кажется и великим и грандиозным на самом деле нет вот в молдавии шахматный клуб он очень красивый и когда в него возвращаешься тоже осознаешь насколько с архитектурной точки зрения здание оно аграциозно и там очень красивые шахматные столы и я встречаюсь часто шахматистами иногда даю сеансы то есть ну к сожалению все-таки у меня двое детей мне не так часто удается выбираться играть в турнир ну например они любят возвращаться в Кишинев каждое лето и если мне удается то есть вот выбираться и сопровождать их я сделаю это с радостью то есть связь у тебя все-таки не потеряна а желание поиграть за свою родную страну опять же как бы я играла за молдавскую сборную очень долго и когда я приняла выбор играть уже за французскую сборную это не только личный выбор это кажется мне тоже и взрослый выбор я все-таки стала взрослым человеком и все годы вот становления были такой моей личности я уже провела все-таки во Франции и для меня в то время уже показалось достаточно логично чтобы я представляла французскую сборную и мне не не так легко это далось то есть принять этот выбор не так не так легко и менять его мне тоже к сожалению не так легко мне кажется может быть и нет смысла не то что даже нет смысла мне кажется что человек должен быть очень последовательным в своем выборе и в своих действиях то есть я например задумывалась даже о правилах которые существуют на данный день фито об измене просто национальной то есть об измене я даже не знаю национальной федерации мне кажется что быть может стоит ограничить эту возможность до двух раз в спортивной карьере то есть спортсмена все-таки это выбор очень как бы важен он должен быть осознанным и в принципе мне кажется что даже вот правила которые были написаны и которые обусловили переход спортсменов в разные федерации они немножко мне напоминают как бы коммерческие контракты мы не говорим тут не о клубах это не NBA это не NHL это не футбол то есть мы говорим все-таки о спортсменах которые представляют страну и представляют ее с гордостью и мне кажется да бывают жизненные ситуации где просто ты изменил страну проживания да ты вышел замуж ты переехал то есть ну и опять же этот выбор он очень осознан он связан более с изменением жизненной ситуации чем с каким-то коммерческим мероприятием то есть вот мне кажется что стоило бы об этом задуматься и действительно может изменить это правило ну хотя бы придать ему более такой благородный вид то есть это все-таки мне кажется очень важно поэтому как бы я даже об этом не задумываюсь мне достаточно было тяжело сделать уже в первый раз этот выбор и я в принципе горжусь тем что сейчас я представляю французскую сборную уже очень давно и я играла очень много олимпиад за сборную Молдавии опять же и на первой доске и вспоминаю об этом с трепетом я когда мне очень хотелось играть 13 партий в каждой олимпиаде а сейчас я думаю когда же выходной ну да ты же еще играла на первой доске тогда вообще все время и думаю не было человека который мог бы тебя заменить просто на самом деле на самом деле как бы и энергии было больше и желания и мотивации я вот последнее сыграла последнюю олимпиаду в Батуми после долгого перерыва я поняла насколько это нелегко мне удалось разыграться только во второй половине турнира и даже каким-то чудом сборная Франции зацепилась за дележ четвертого места я не совсем уверена что мы это заслуживали но эти турниры очень изнурительны и даже как сам показатель что российская сборная осталась без медалей говорит очень о многом такой ужасный матч последний там где как раз Александра Костенюк играла с Джу Вин Джун у меня просто сердце обливается кровью когда я вспоминаю в этой партии и просто даже представить себе все эмоции через которые проходит шахматист за чувство ответственности я не знаю ужасное давление просто ужасное давление и ты ты и так себя коришь уже конечно же за любой ход а я себе даже представить не могу это чувство вины да которое несет на себе спортсмен в любом виде спорта ну когда просто команда теряет медали и я надеюсь что ну в будущем даже вот скоро будет чемпионат командный чемпионат мира то есть все эти эмоции да все эти нет как бы все об этом уже будет будет забыто как бы и будут сыграны уже новые партии говоря еще о смене федерации я подумала о том что вот в турнире допустим есть Анна Затонских если мы вспомним участниц нашего турнира то Анна Затонских играла долгое время за Украину и точно так же после переезда в Америку прожив здесь какое-то время поменяла федерацию да и можно опять же вспомнить Александру Костиню которая живет наверное на три страны фактически то есть она и в России и в Америке и во Франции может быть ты знаешь больше даже Эльмира может быть этих стран еще больше и в Швейцарии я даже не знаю настолько она человек как космополит но по-прежнему она остается по-прежнему она представительница все-таки России и играет на первой доске последние годы за сбору и она с гордостью представляет страну у нее очень ярко ярко выраженное опять же чувство ответственности она каждый командный турнир играет просто с такой самоотдачей которую ты порой не увидишь на всю национальную сборную она является она является истинным лидером сборной она очень чуткий человек она просто невероятный пример для подражания она является истинным бойцом просто в смысле ну не знаю в прямом смысле этого слова как Магнус Карлсен является истинным игроком бикингом постоянно борется за как бы за повышение планки то есть он постоянно берет новую высоту и это настолько удивительно когда человек выигрывает уже четвертый чемпионат мира конечно не так просто уже находить мотивацию и буквально через через пару недель выигрывает турнир вейконзин он доказывает что я думаю что сильнейшим в мире является по-прежнему и что ему есть то есть порох в проховницах еще остался да ну вот и Александра она все время находит где-то силы заниматься шахматами анализировать все время и я ее вижу постоянно и стримы и активно участвует она и комментатор то есть она со всех сторон как бы у нее есть своя шахматная школа то есть она очень активный человек и она успевает сделать все это говорит просто о большой любви к шахматам и об искренне об искренней любви к этой игре о желании по-прежнему изыскивать новые идеи получать от этого удовольствие желание побеждать желание побеждать на самом деле в какой-то момент я даже задала ей вопрос от победы как бы ты еще получаешь такое как бы эмоциональное удовольствие при том что поражение совершенно разрушительно влияет на психику шахматиста и ответ на самом деле дался ей не так просто потому что особенно на таком уровне шахматист он принимает победы очень спокойно как должное да как должное это само собой разумеется потому что он настраивает он в принципе считает себя обязанным победить он борется за за победу в каждом турнире в каждой партии к сожалению вот поражение и для меня лично это всегда было такой маленькой смертью потому что какая-то часть тебя всегда остается на доске при поражении ты всегда пытаешься проанализировать причины поражения что же прошло не так какие были сделаны ошибки и они очень-очень болезненные к сожалению эти раны заживают не так просто да и на самом деле те партии которые ты проиграешь если ты действительно их анализируешь ты хотя бы пытаешься не повторять те ошибки которые ты совершил это мне кажется тоже важное качество для любого шахматиста который даже только учится играть в шахматы всегда анализировать свои партии как проиграны так и выиграны и каждый раз становиться лучше и лучше конечно и мы учимся в основном на проигранных партиях это в принципе является самым главным источником no pain no gain это не знаю как по-русски ну в принципе зная Александру вот например я могу даже поделиться такой вот секретной информацией что она записывает даже свои блиц партии анализирует у нее феноменальная память у нее она приучена к этому с детства то есть у нее абсолютная дисциплина и она действительно невероятный профессионал своего дела прежде чем мы идем на паузу давай пожалуйста посмотрим быстренько все партии которые на самом деле обратим внимание Валентина Кудина так и не сделала ход а с того момента после видишь она на самом деле быть может опять же не может определиться с планом то есть она думает сыграла я е6 ну какую же избрать мне схема со слоном на же сей подождать пока белые пойдут е5 либо взять до еде слон да слон c5 и перейти в схему с е5 но это не напоминает вчерашнюю партию точно так же вот где-то в районе десятого хода еще до десятого хода она точно так же вот задумалась довольно надолго опять же что мне кажется что совершенно для нее не свойственно быть может она тоже проанализировала свои партии проанализировала нас как она запрачивает время в дебюте стоит ли ей быть может порой поглубже задуматься в какие-то моменты в какие-то моменты ну как бы опять же шахматным жаргоном не шлепать потому что я знаю что это такое порой мне тренер в детстве давал указания просто сесть держать руки нет сесть на руки это на самом деле очень ценный как бы ценный совет который я даю порой своим детям да просто сесть и подумать и подумать да не шлепать нет в данном случае полчаса наверное все-таки немножко многовато мы вчера как раз с Михаилом Ходорковским это обсуждали он капитан женской команды всегда давал советы и напоминал о нем практически перед каждым матчем пожалуйста не думайте больше 10 минут надо одним ходом напоминал девочку я понимаю чисто как бы практической точки зрения да этот совет он в принципе неплох но мне кажется что порой очень важно вот именно в какие-то моменты остановиться и задуматься если вот именно позиция эта позиция для нее представляет какую-то сложность трактовки и я не знаю к чему она готовилась я не совсем уверена что Ирина играла страндийское начало опять же в своей дебютной практике все-таки речь идет о сильнейших шахматистах мира я думаю что Валя сейчас вот она думает не только о своем следующем ходе она думает я думаю о трактовке всего метельшпиля то есть я думаю что времени у нее будет достаточно но она должна быть может понять сейчас что делать да в шахматах очень важно иметь план особенно в метельшпиле как правильно поставить фигуры и даже в цейтнотной стадии я думаю ей будет играть уже легче тут я например очень хорошо ее понимаю следующая партия костиньев-затонских я вот сейчас на нее перешла после хода до 4 черный пошел а что происходит подожди так это на самом деле подожди я сейчас должна понять при разменной французской может они куда-то переходят да я вот хочу понять они пришли в позицию в разменной французской слон b4 да но при которой все-таки конь стоит на f6 очень странная позиция то есть творческая да творческая я думаю что он быть может Александра даже к этой позиции была готова потому что все-таки сделать ход король f1 ну на самом деле не совсем человеческий да черный получается сделали уже два хода слоном там пошли слон е7 а потом пошли слон b4 может быть что-то сейчас на самом деле грозит но с другой стороны понимаешь в таких позициях ну фигуры черных стоят очень как бы неуклюже знаешь все-таки слон на b4 да в принципе конь на е4 он не совсем устойчив при этом в русской пальце очень часто играют то есть d5 c6 потом его поддерживают либо слон f5 f5 а тут уже слон пошел на е7 пошел слон на b4 быть может как бы король f1 ход совершенно нормальный то есть в этой позиции альтернатива какая была слон b4 слон e7 нет ну тогда мне кажется что это домашняя подготовка уже с обеих сторон потому что ну посмотри в принципе как бы на трактовку дебюта черные пошли слон e7 слон d5 слон d3 слон b4 король f1 и обратно слон e7 то есть они опять же они лишили белых рокировки и опять и улучшили позицию собственно то есть на самом деле слон на е7 стоит очень хорошо он дал шаг на b4 король f1 и он ушел обратно на е7 лишил рокировки белых то есть мне сейчас интересно на самом деле как же белые будут играть без рокировки как же тут надо ходить куньце 3 я бы спонтанно бы сделала ход куньце 3 не знаю вот она о чем думала Анна вспоминала этот вариант быть может представляешь в принципе вспомнить такое я не знаю если ты не просматривала это до партии я вообще не представляю давай может пойдем дальше поскольку мы поговорим об этом после нашего перерыва сейчас партия сибаков думалик да и на самом деле теоретическая позиция тут порой белые берут на е7 конь е7 ходит h3 и очень часто переводятся эти позиции в конь е7 слон е7 h3 слон f3 ферзь f3 вот играется такая позиция и она считается чуть лучше за белых потому что при h3 слон h5 как бы слон себя чувствует очень неуютно там и можно даже в какой-то момент пойти и g4 и играть эту позицию потом не знаю с переводом коня h2 f4 понимаешь это очень-очень неуютно позиция не нравится не самая приятная дальше поехали давай да давай посмотрим потому что Мария думает над своим ходом Харько Дзагнидзе мы с тобой остановились в этот момент когда да она пошла а3 то есть она провела план с b4 и на самом деле вот этот типичный план который сейчас проводит Харько конь e1 конь d3 то есть она переводит коня на очень хорошее поле и при этом что черные всегда грозят в таких позициях переводом коня с коня h5 коня f4 и конь на d3 да конь на d3 стоит очень-очень хорошо при этом она позволяет ну потом впоследствии убрать коня с d2 то есть скажем даже конь b3 или конь c4 чтобы такие типичные идеи с жертвами качества вот если при коне на f3 поставим его обратно на f3 скажем ну сделай хоть конь c4 или вот конь h5 да скажем совершенно неосторожный там какой-то ход появляется идея просто чисто с жертвами качества скажем слон b2 слон d2 скажем чтобы сохранить да в таких позициях очень часто можно просто пожертвовать что ладья f3 с идеями потом привезли подвести другую ладью так и за штырь понимаешь что на самом деле да белым просто ну как бы просто показывает что такая идея она совершенно элементарная и план с коней 1 конь d3 во-первых он ограничивает черных вообще в принципе во всех возможностях атакующих и и d3 она очень такая естественная клетка хорошая для коня и последняя партия к которой мы не возвращались это партия хотя нашли липец да особо ничего не произошло да b5 совершенно опять же стандартный план для черных в этой позиции я тебе упомянула что у белых есть такая заманчивая клетка e5 вот конь на нее и прыгнул где-то потом f4 наверное нет ну зависит да зависит все-таки опять же это на самом деле тоже не такая простая позиция потому что в какой-то момент у черных тоже закончатся ходы то есть у белых чуть больше пространства и мне кажется что черным в этой позиции нужно проявлять ну некоторую изобретательность в принципе чтобы уравнять что же можно тут предложить слона куда же все-таки в этих позициях выводят черного слона так не хочется поставить его на b7 вот что понятие о плохом слоне если черный поставит слона на b7 мы часто говорим об этом во французской трансляции но я думаю что тут все знакомы французский слон нет все я думаю что чисто так наглядно вот слон на b7 такой плохой слон он ограничен практически своими пешками и он превращается в пешку то есть на b7 ставить мне его не хочется на e6 но тогда я не совсем понимаю зачем был сделан ход ладья e8 то есть немножко ну не соответствует то есть ты теряешься порой ты делаешь вроде бы естественный ход но на самом деле тогда зачем зачем нужна ладья на e8 мне кажется вот это была определенная потеря темпа возможно ли ход конь fd7 е6 сыграла е6 так что со слоном слона просто получились шашки мне так жалко жалко осталось поставить слона на b7 ферзяна d7 хочется по белым хочется погладить красиво но не могу на самом деле я думаю нам стоит уйти на перерыв а после него мы еще раз посмотрим внимательно на позиции и оставайтесь с нами да до встречи субтитры я даже себе представляла вот эту позицию я думаю ну все-таки в какой позиции она идет в какой позиции будет шанс запутать свою соперницу и эта позиция получилась на доске я подумала что видимо мне пора уже танцевать вокруг костра то есть и взывать к высшим силам потому что греческие боги в этот раз да греческие боги были к нам благосклонны но я знаю что это очень легкая доля капитанская доля и действительно да порой ты задумываешься как расставить игроков да я думаю что не раз к тебе приходили с этими вопросами почему же я играю третий раз черными или второй раз черными а я хочу играть белыми и так далее то есть принимать решение приходится и нести ответственность приходится все-таки капитану команды да конечно я очень в принципе рада что в моей команде очень как бы хороший командный дух очень благородный все девочки очень чувствительно как бы относятся к моим решениям всегда готовятся и я думаю результат в принципе налицо удивительно что в этом турнире никто из участников по-моему нет ни одного члена команды твоей правильно я понимаю да есть я вижу что члена команды ноны клуба нона который как раз в последнем туре играла с клубом монако конечно проиграют клуб нона по факту в принципе является представляет в принципе сборную страны потому что за команду нона играет нана джагнитзе белых это нашвили нину бацашвили и лила живахишвили и при при запасной соломимели то есть это очень сильная команда которая неоднократно выигрывала кубок европы вот две представительности из этой команды играют в этом турнире я думаю что были приглашены в этот турнир сестры музичук там как раз был вопрос у наших телезрителей по поводу того почему не играют сестры музичук и почему не играет чемпионка мира джуин джун может быть мы можем сказать да мне не совсем известны причины я думаю что быть может что турнир в принципе организовывался в последний момент не всем удалось поменять свои планы конечно же сестры музичук является просто одним из ведущих ведущих шахматисток мира и было бы интересно посмотреть как бы они сыграли в этом турнире я думаю на следующий год в принципе будет возможно да у шахматисток в принципе заранее составлен график турнира они все кстати играли в гибралтаре буквально за неделю до начала этого турнира мы же все знаем какие сложности были у шахматисток с получением виз порой запланированы сборы подготовка у шахматисток в принципе изменился профессиональный график потому что международная шахматная федерация объявила и о турнире претендентов и о новом цикле гран-при к этим турнирам необходимо готовиться и порой месяцами быть может это является в принципе является основной причиной от того что сестры Мазичук не приехали играть в этом турнире я очень хорошо их понимаю если цель выиграть турнир претендентов в принципе мне кажется что к нему надо готовиться то есть 2-3 месяца начинаю уже с нового года давай посмотрим а на самом деле вопрос был о том есть ли здесь украинские шахматистки то есть по факту нет но на самом-то деле мы знаем о том что Анна Затонских и Ирина Крашен на самом деле родились в Украине и Анна Затонских даже много лет играла за украинскую сборную была чемпионка Украины может быть это хоть как-то утешит украинских фанатов бой болельщиков болельщиков ну смотри все Аня думает пока давай она видимо выбирается она хочет да тоже понять ну вот Аня конечно что что в принципе очень присуще в ее партиях это цейтноты то есть для нее это ситуация совершенно обыденная то есть она вполне может оставить на последние 20 ходов себе 5 минут мне кажется это вообще свойственно украинским шахматистам если вспомните Инну Капоненко который очень долго играет за украинскую сборную которая я думаю своих коллег тоже довела до инфаркта но при этом играет в цейтнотной стадии просто в бисовую силу смотри вот Аня пошла слон f5 то есть как бы мне кажется что это сильнейший ход в этой позиции очень хотелось бы понять в принципе что было заготовлено Александр ну давай мы к этому вернемся еще что опять же это основная стратегическая идея в этой позиции ты этот ход предложила моментально то есть как настоящий француз нет не настоящий француз как продукт советской шахматной школы слона надо менять в белополе в таких позициях давай посмотрим что что произошло а вот видишь в принципе они ты смотри сыграла А3 конь С3 женса я перешла в вариант слон G4 который предлагал слон E3 является сильнейшим продолжением конь D4 все это теоретическая позиция слон D4 ED конь D5 C5 и H3 Мария сделал вот видишь я как раз об этом говорила если при H3 белые бы взяли на черные бы взяли на F3 я думаю что Мария в промежутке взяла бы на E7 потом взяла и пришла бы в эту позицию конечно она могла бы перейти тоже и в разноцвет но мне кажется что да и тут конь D7 обычно играет Fg3 и немножко все таки получше мне кажется F4 но в этих позициях поэтому в принципе сильнейшим продолжением на H3 считается слон E6 это очень важно и альтернатива H3 мне кажется в этой позиции еще была мне кажется очень часто применяется A4 на высоком уровне да и и тут по-моему мне кажется черные все равно ходят слон E6 то есть если черные все равно заготовили слон E6 как бы H3 им помогает давай посмотрим что же сделала Мария конь F4 ну пошло конь F4 ну а тут что слон B3 не боится взять нет ну в принципе это совершенно естественный ход то есть такой слон E6 конь F4 ну как бы тут уже надо бить на B3 и играть уже эту позицию мне кажется совершенно нормальная здоровая позиция за черных то есть я не не уверена что я просматривала как бы партии в этом варианте чтобы белые оставляли себе вот именно двух коней то есть я как бы не совсем тоже ориентируюсь хорошо ну давай посмотрим конь F4 слон B3 Cb да и мне кажется наверное у черных надо как-то решать вопрос этим слоном чернопольным он пока да конечно как бы в принципе это является характерной то есть такой плохой фигурой в этой позиции вот Жанса побила как раз на B3 Cb да то есть у нас пришли к этой позиции ну что может быть пойти опять A4 а что мне не нравится на 5 быть может белые сами могут пойти A4 вот знаешь A5 вот если черные пошли да и тут такой типовой прием A4 и ты определяешься в принципе с полем C4 и конь C3 пойдет конь D2 C4 да несмотря на такую видимую слабость этих пешек может ладья B8 но в принципе конь D24 это такие поля то есть опять ход мне не нравится то есть если B4 или B8 то есть да ну нет тогда представляешь себе что это заслонный E7 это C4 то есть A5 C4 вот такой типовой прием я думаю что а с другой стороны если опять не ходить в таких позициях очень часто белые играют B4 то есть является тоже типовым приемом может быть ладья C1 B4 или FD2 B4 в какой-то ход на черном сделать она вместо A5 конь D7 хорошая конь вот она сделала конь D7 и несмотря на то что как бы дает возможность белым сразу прыгнуть на D5 конь D5 быть может она хочет выменять его через просто конь B6 такой прием опять же хочу ли я играть эту позицию с конем против слона может быть это все-таки не так страшно конь B6 FB6 куда же коня D2 не ну не 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 предстоит D2 допустим не знаю но мне кажется что да черные должны проводить может быть D5 опять же у меня какое-то такое остаточное явление что вот именно с таким соотношением фигур я видела партию Максима Вашей Лаграве против Ливона Роняна но я не совсем помню да как она получилась и Ливон провел D5 но Максим как-то удачно маневрировал и он играл вот именно против этого слона не знаю может быть не стоит выменивать сразу конь D7 конь D5 поставить ли слона на F6 не хочется мне заставить быть может белым играть тут полегче на самом деле они могут поставить коня на D5 провести свою D4 но чуть-чуть полегче такая не самая приятная позиция постоянно приходится задумываться об уравнении черного давай посмотрим что происходит мы оставили девушку в момент когда белые пошли конь Е1 начали переводить коня D3 ферзь Е2 опять же попутно не дает ход конь H5 ферзь 2 такой хороший ход конь C4 ладья B8 слон G5 кажется ладья B6 была такой потерей темпа конь C4 запрыгнул но с другой стороны это на самом деле но с другой стороны при ферзь E6 тебе уже не дается перестроиться и поставить коня на D3 можно ладья C1 надо все-таки делать опять же может ладья C1 в принципе ход который совершенно естественный слон G5 пришлось вывести и Харрика сейчас думает мне кажется ход ладья C1 совершенно естественно нет то есть ладья C1 с идеей конь D3 и быть может потом даже перевести слон H4 слон G3 и прицепиться уже к пешке E5 такой план да мне кажется сначала может быть конь D3 и всегда остается возможность защитить пешку E4 ходом F3 мне кажется что тут белых уже очень большой перевес я не совсем вижу что же запланировали черные интересный ход слон E7 то есть какая идея вот этого хода то есть она увела слона с D6 на E7 может она хочет где-то разменять его пока не могу понять слон E7 идея я просто думаю есть ли возможность конь E4 я тоже первое что пришло в конь но практически нет сначала надо взятие в один ход на самом деле была какая-то тут идея конь E4 конь C3 да то есть слон E7 конь C3 но если ладят C1 как раз уже наверное не проходит ну подожди ну давай посчитаем ну давай ладят C1 допустим пошли белые да нет при ладят C1 вполне возможно что да идея это исключается поскольку в принципе нет в принципе как бы быть может она запланировала конь E4 потому что конь висит на C4 но даже если конь висит на C4 там при ладят C1 будет висеть конь на C6 но с другой стороны на коне E4 ферзи E4 если ход слон G5 самый простой ну давай давай посмотрим вот если мы сделаем какой-то ход который позволяет нам идею существить но не знаю какой ну я не знаю аж 3 ну как бы тогда уже не король аж 1 потому что тогда уже нет надо какой-то хотя бы полезный ход сделать я не вижу пока более полезного хода чем ладят C1 ну вот Анташа дело очень сложно ошибиться да тут не так просто на самом деле ошибиться то есть после слона G5 ход ладят C1 настолько естественный может на самом деле пошла с идеей не хочет слона отдавать может она хочет поменять его ходом конь D7 то есть она добыть ладят C1 если D7 мне кажется при этом защитить еще пешку E5 ну подожди а что на слон E7 ферзем вроде даже можно еще знаешь все-таки появляются опять какие-то иди с шахом на C4 конь на C6 пешка я не совсем уверена в этом ходе слона E7 потому что он в принципе защищал еще и пешку на C7 я не знаю белые в принципе не брали конем на D6 они грозили бы взять может после ладят C1 конь D6 чтобы исключить взятие Cd но я как бы не совсем понимаю ну давай посмотрим последнюю партию Котельношвили Петти с его списка и пойдем на короткий перерыв давай что произошло да видишь Елизабет она сыграла конь Fd7 потом я говорила об этой идее очень часто черные играют конь Fd7 чтобы выменять вот этого коня на E5 конь Bd7 фактически по факту невозможно то есть усет пешка на C6 и конь Fd7 является такой стратегической идеей потом черные хотят все-таки E5 провести уже в какой-то момент то есть конь D7 конь D7 Бэлла пошла слон F3 в принципе что хотят тут белые они будут вынуждены наверное побить на D5 в какой-то момент определить структуру то есть CD черные возьмут CD чтобы не остаться со слабостью на C6 и будут играть вот такую спокойную позицию в парте была ладья по 8 CD еще как бы в принципе ограничивает черных возможности проведения E5 потому что они останутся с хронической слабостью на D5 которую не защитишь а просто сразу можно будет съесть даже если как бы ты не пошел ты будешь играть позицию с изолятором даже если ты поставишь слона на B7 коня более-менее не знаю куда на B6 тут уже черным приходится переключаться на самом деле на другие идеи и опять же им нужно решить вот эту проблему слона как как на слон F3 ладья B8 почему даже не слон B7 может быть Эли хочет пойти опять слона 6 провести такую идею да все может быть вполне возможно может поэтому и ладья B8 была сыграна да я думаю я пытаюсь понять с какой идеей была сыграна ладья B8 давай посмотрим что если CD CD в принципе это совершенно стандартный прием черных было слона 1 она как раз защитилась от идеи B7 ну ладья B8 конечно попутно она грозила взять грозила ли взять на C4 не совсем уверен да слабить настолько она грозила B7 и поэтому как бы CD CD как бы избавлялась от этой угрозы да и просто съесть пешку на самом деле идея ухода ладья B8 не только опять слона 6 да попутно быть может вот сейчас опять не знала я думаю мы вернемся к этой позиции как и всем остальным после нашего короткого перерыва оставайтесь с нами пожалуйста не уходите не засыпайте не засыпайте самое главное лауренцем 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 уходите не потому что я делаю офис с человеком. Я знаю, что у нас не было звука какое-то время, но я знаю, что наши зрители пытались читать даже по губам то, что мы говорим. Я надеюсь, вам удалось хотя бы увидеть те анализы, те ходы, которые мы показывали на диаграмме. И спасибо за то, что вы остаетесь с нами. Я думаю, что эти все проблемы решатся сегодня и больше их не будет. Черпать информацию. За это время у нас появилось несколько вопросов. Один из вопросов, мне кажется, очень логичный. Почему же у Валентины Куниной осталось всего 17 минут после буквально 14 ходов. Это наша центральная партия, мы ее тут же открываем. Мне кажется, что, скорее всего, Валентина играет эту схему в первый раз. Во-первых, очень логическое объяснение. Она не так проста для трактовки. Видишь, она ее перевела в схему с троиндийского начала, о чем я и говорила, где черные перенесли всю борьбу на ферзевый фланг. То есть, что является совершенно стандартной стратегической идеей. При этом обычно слон стоит на босе, что дает белым возможность атаковать черного короля. В принципе, видишь, Ирина сделала все плановые ходы, о которых я говорила. Она пришла ладья Д1, конь Ф1. Ей пришлось опять пойти H4. То есть, она пришла H3, потом H4. Поставила слона на F4. Я не совсем уверена, что Ирина тоже… А почему ей пришлось ходить H4? Не то, что грозила, потому что потом, в принципе, это является стандартной идеей. То есть, можно было, в принципе, если ты хочешь пойти конь Е3, в какой-то момент можно пойти H6, G5, остаться без фигуры. Ж4 и потом… Нет, даже если не сыграно H4, то есть, например, если ты запланировала ход конь Е3, то после G5 просто останешься без фигуры. Точно. То есть, в принципе, как бы я… Я не совсем уверена, даже в таких позициях порой можно ее пожертвовать и даже попытаться совершенно безжабачно поставить мат, пожертвовать пару фигур. Но, мне кажется, Ирина, может быть, заготовила. Понимаешь, эти все ходы совершенно очевидные и стандартные. Просто ты теряешь на них темп. То есть, черные тоже потеряли темп. Но Валентина, мне кажется, получила очень выгодную версию этого дебюта. И сейчас стоит передаривный вопрос, что совершенно типичным стратегическим приемом в этой позиции является ход А3. Потому что черные хотят ослабить ферзевый фланг ходом, А3 и потом сыграть, может быть, С4, Б4, получить клетки. И я бы сыграла… Ну, белыми я часто играю эту позицию. И является… А3 их ход такой стандартный. Но мне кажется, что у черных совершенно нормальная тут позиция. Просто играет, скорее всего, Валентина ее в первый раз. Поэтому ей тяжело и она тратит столько времени. Да, она тратит столько времени. Мне совершенно неизвестно, как Валентина борется с детлагом. Она нам сказала, что, в принципе, спит хорошо. Вчера на интервью. И стоит 10 утра. Но, может быть, сегодня она проснулась в 5 утра. Ей не удалось заснуть. Да, это вполне возможно. И это очень часто замедляет мышление. Порой в такой ситуации сознание немножко затуманено. Она также сказала… Помню, что вчера даже не поняла, как прошло 5 минут в один момент цепноте. То есть у нее было на 6-7 минут больше времени, а в какой-то момент стало столько же, сколько и у ее соперницы, Балахатына Швили. И она тоже не могла объяснить, куда это время убежало. То есть это в эти моменты, потому что открытыми глазами уснуть фактически. Да, это показатель того, что организм, быть может, как бы не совсем справляется с разницей во времени. Потому что бывает… Видишь, вот коня H2 сделал ход. Опять же, совершенно стандартный ход в этой позиции. Она решила не пойти, а 3. И грозила же 4H5, на самом деле, мне кажется, после этого хода создала такую угрозу выбрать фигуру. После слона G6 H5. Да, но тут вот появляется такая возможность C4. Вот мне даже нравится этот ход. Понимаешь, все, слона G6, а Валя ходит автоматически. То есть, понимаешь, Вале сейчас приходится принимать решения уже чисто интуитивно. Она должна была их запланировать. Но мне вот нравился… Нет, я имею в виду не C4 белый. Да, я имею в виду вот на коне H2. Мне кажется, такая тоже типичная реакция за черных. Могла быть C4, что D4. И потом уже просто и B4, понимаешь, или даже A3, B4. Веществол на G6 уже просто… Уже все уже не понадобится. Да, он… На самом деле тоже это косвенная защита от вот идеи, которая сказала… Да, это идея G4H5. Да, конечно же, поэтому мне ход C4 очень нравился. И D3 поле висит. А пешка висит. То есть, а Ирина как пошла? Сейчас мы посмотрим. А пока еще… А, кажется… И, в принципе, Ирина является единственной участницей, которая играет в этом турнире… На свои типы. Ну, как бы на свои типы, но без видимого джетлага, мне кажется. Говоря, кстати, о джетлаге, я вспоминаю историю, когда Аниш Гири играла с Борисом Гельфаном в Китае. И тоже был не очень большой цвет ноты. И Борису нужно было сделать сороковый ход. И у него осталось 3-4 минуты. И он вот в прямом смысле уснул с открытыми глазами. То есть, он сидел, думал над ходом. А Анастасия Сорокина, заместитель главного арбитра здесь, она как раз стояла над этой партией, как бы ждала хода. Там не было добавления. Но это был последний ход перед контролем. И он просто вот сидел, и его время закончилось. Ей только оставалось зафекстрацией. Да, то есть, оппозиция была равная. Ничего страшного там не было. Просто забыл сделать ход. Он просто забыл сделать ход и проиграл таким образом партию. И совершенно безумен. На самом деле, это все-таки тяжелые нагрузки на организм. И это сказывается. Да, к сожалению, длинные перелеты очень сказываются на организме. И порой на женском. Отсутствие хорошего кофе даже в Китае. То есть, порой на женском. Порой на женском. Тут начинаешь просчитывать буквально каждый ход. Давай посмотрим. Да, давай посмотрим. Партию с Кассиним. Да, давай посмотрим. Потихонечку. А, ну видишь. Так и получилось. То есть, совершенно логическое продолжение. Слон С4 на слон Ф5. Естественно, она не стала. Ферзь Е4. Ферзей тут тоже менять нельзя. Значит, слон Е3. Нравится мне этот ход. Рокировка. Ну, как бы ход, кажется, естественным, да? Да. Была ли тут возможность пойти в КНЦ6 тот ход сделать, который мы запланировали до этого? Вместо рокировки? Да, вместо рокировки. Ну, в длинную рокировку, конечно, тут, наверное, уже совсем дерзко. Я уже, я не знаю. Это хорошее слово. Ну, да, дерзкое. Но, быть может. Знаешь, они иногда напоминают тоже какие-то позиции скандинавской партии, где Ферзь постоянно гуляет по доске, у него одна клетка. Ну, как-то он не попадается. И они очень часто используют вот этот прием КНЦ6 и длинную рокировку. Я не знаю, в принципе, возможно ли это в этой позиции. КНЦ6 Д5. А если такой ход чистый? Проверите. КНЦ6 Д5. КНЕ5? Слон Б5, наверное, направляются. Слон Б5, вот Слон Д7 опять я хочу. Может, после перейдет? Да, я даже не знаю, да. Я, наверное, побила на Е5, и потом Ферзь Б5. А, там Ферзь Б5, да, тоже, да. Слон Б5, и вариант, который считают сейчас вместе, наверное, и Ферзь Б5. Может, КНЦ6, да, сразу же попадается под… Ну, еще раз, КНЦ6. Давай, КНЦ6. Да, еще раз вернемся. Да. Просто чисто… КНЦ6. Сразу конкретная игра. Слон Б5, да. Слон Б5. Конь… КНЦ6. 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 Вроде бы там. Вроде бы там. А, Ферзь Е2, да. И тут КНЦ2. Мы улучшили уже и положение КВР, мы сейчас постепенно создадим кооперативный вариант, да. Ну, может быть, рокировка тогда, в принципе. Ну, если КНЦ6 приводит к каким-то таким странным осложнениям… Здесь рокировка уже… Наверное, сюда страшновато, там, на А7. Ну… Нет, нет. Я имею в виду, рокировка, в принципе, вместо… КНЦ6. Да, КНЦ6. Все-таки страшно КНЦ6 ходить в этой позиции, если ты не просчитала это дома с компьютером. И не знаешь наверняка, что… Да, и наверняка не знаешь. …последствия к чему, да. Не будет. Какие последствия после Д5? Так что, рокировка, наверное, есть. Так, рокировка КНЕ5. Тоже мне нравится ход КНЕ5, да. Какие другие возможности у белых, в принципе… Нужно определить тоже положение собственного короля. А, быть может, КНЕ5 этому и способствует с идеей Ф3. То есть, как бы, КНЕ5 выкурить ферзя с идеей Ф3. И поставить короля на Ф2. Да, поставить короля на Е1, ладжу на Д1. Так, КНЕ5, на самом деле, тоже многоплановый такой ход. Я… Что же им делать с черным? КНЕ5. КНЕ5. Я хочу… А, на самом деле, F3… Да, еще не поймали перцессы, да? Да, надо об этом задуматься, как… О чем я говорила в скандинавке? Там осталась одна клетка H4. На самом деле, да. Стас… Еще на C2, но я подумала, может, еще как-то ладя C1 включить, и потом F3. Ну, на самом деле, да. Даже 4 еще пока есть. Ну, смотри, сколько темпов тогда будет потеряно уже при… Ф3, ФС, C2, ФС, C2, слон, C2, ладя C1. Ну, скажем, слон ушел, слон F5. Может быть, даже можно побить на F7, пожертвовать… Да, ну, сейчас хоть что-то ладя C7. Да, да. Ну, я имею в виду… Возник… Смотри, сколько идей сразу же возникает в позиции, которая была совершенно простой. Сказала… Да, вообще, возможно ли это? То есть, если… Вот, возможно, может быть, слоны… Ну, как… Я взял просто хода 6, как бы, чтобы продемонстрировать. Слоны – все, ладя C7. Куни – все, король – все, ладя C7. Ну, там… Много пешек, но, может быть, не совсем это хорошая редакция. Да, и на F7 сейчас можно… Ну, F7, D5. Да, ну… Ну, не знаю. Ну, на самом деле, может быть, не так и плохо, потому, что все-таки три пешки, ладя быстро подключится, король у черных… Мусла… Как же… Ну, может… Есть такая идея. В общем, хорошо, скажем. Не обязана на F6 ходить просто это… Конечно же. Продемонстрировать просто, что… Ну, в принципе, а как же тут пойти… Как парировать угрозы F3, в принципе, просто… Вот ферзь, на самом деле, опять же, очень, как бы, себя неуютно чувствует. Может, опять… Как же нам выменять… Я даже не знаю. На самом деле, черным, быть может, тот дорог. Хороший совет. Как от F3 защититься? Не знаю. Может быть, надо как-то пытаться выводить коня с B8, как-то конкретно считать варианты… Вот, допустим, просто… Если взять вариант конь D7… К сожалению, его уже не вывести. После F3… Ферзь H4… Мне кажется, совершенно не клюже. В чем тут проблема? Допустим, потому что конь D7… Наверное, там уже какие-то могут быть… Ну, во-первых, уже при конь D7 невозможен ход Fc2. То есть, фактически, черные после F3 сразу чиряют фигуру. То есть, конь D7, F3, ферзь H4. Да. Вот я поставила… Единственная возможность… И вот здесь мне как-то все не нравится на самом деле, но пока конкретно я не вижу. А если, ну, совершенно примитивно пойти… Ну, F2… Нет, я думала… G4… Даже G4… Это есть… Нет, я начинаю считать уже G4, конь E5. То есть, скорее всего, D5. Куда пойдет… Ну, наверное, тут уже слон N6, потому что слон N6 в Е, и мы ослабили. На самом деле, я хочу показать, что если был черный сразу, и слон N6, то есть взятие, да, такое, и взятие на D7. Ну, да, взятие на D7, но там при слон N6… Конь D5 есть ход, да? Да, по уходу конь D5. Да, по уходу конь D5. Может, G4, конечно, не самое удачное решение, но я… Хочется наказать сразу же за конь D7. Надо мне подумать, на самом деле… Какой же можно… Какая альтернатива, допустим, если не конь D7, какой еще может быть ход? Я думала, в ходом слон N6, опять же, я все хочу выменять этого слона, который мне мешает, но я не совсем уверена, как бы, удачная ли эта редакция. Может быть, все-таки белые все равно могут пойти F3. Я… Вот вполне возможно, да, как на слон N6, если просто F3 пойти. Ну, здесь еще есть клетка на F5, но опять же, слон N6 может назад уйти, слон D3 – это моя проблема. После F3 может опять… Это будет интересная игра, слон будет преследовать… Но тут, может быть, все-таки мы же четыре же не пошли. Вот тут уже слон E6, FE как бы создают определенные трудности в позиции черных. То есть, вообще, на слон N6, FE, даже если просто пойти F4, напасть на все сразу. Несмотря ни на что, там в позиции белых не так много слабостей. И король на F1 стоит не так просто. Ну, я имею в виду, не так просто к нему добраться. Он стоит хорошо. И, да, я думаю, что ж тогда на слон N6 может быть? Ну, Таня тоже задумалась, и у нее сейчас осталось… Не такой простой, да, Соломонов, выбор. Кунду 7. Давай попробуем Кунду 7. Да, тут интересно, проходит этот ход или нет, на самом деле. А, мы забываем, на самом деле, о самой простой стактической идее слон D3. А, ну да. Видишь, на самом деле, да. Я просто наконец-то взглянула на доску и подумала, что же… А если просто напасть с другой стороны? Да, вот видишь, кажется, как-то странно тоже, да, белые поставили свою фигуру, на самом деле все взаимодействует, все защищено, что очень важно. И Александра каждым ходом создает, на самом деле, новую угрозу. Так, Аня сделала ход. Сейчас хочу посмотреть, какой же ход был сделан. Слон Е6, да? Слон Е6. Наверное, это, вообще-то, единственный ход такой чувства. Скорее всего, да. Ну, видишь, я все-таки такая навязчивая идея. Они тоже хотят поменять этого слона. И, видишь, кажется, с разменом этого слона, в принципе, как бы и черным и дышать станет легче. Несмотря на то, что, как бы, они готовы создать себе слабость на Е6. Ну, эта слабость на Е6 компенсируется при размене слонов уже слабостью на D4. То есть все не так уже страшно. И открывается линия F. Так, и на слон Е6 что происходит, если тут белые пойдут, слон D3? Ну вот, а альтернатива, если слон D3 сразу? Альтернатива, я имею в виду просто, чтобы сохранить фигуру. Мне, ну, не хочется очень. Ну, так D3, наверное, просто обратно уйдет на D5, да? И с каждого повторить ходит. Да, и можно здесь попробовать повторить. Ну, как Александра нам даже рассказала в интервью вчера, то есть она иногда даже предчувствует, где соперник, быть может, готов к повторению ходов. Например, партия с Елизабет, она пошла к РОЛЬ-H7. Именно с той идеей, чтобы избежать повторения ходов, которые соперница предвидела и, быть может, была уже психологией. Она психологически готова к этому повторению ходов, но она сделала такой коварный ход к РОЛЬ-H7. То есть Саша в этот момент уже к ничьей не была готова? То есть она хотела бороться? Нет, она, в принципе, Саша готова бороться в любой позиции. Я не видела еще такую позицию, где бы она была готова согласиться на ничью. Если там уже пешечный ничь, 3 на 3, или не знаю. Да, наверное, все-таки слоняешь и сильнейший ход в этой позиции. Давай посмотрим другие партии. Хорошо, сейчас посмотрим, что произошло в партии Сибак. Марита, в какую версию она перевела? Конь пошел на H5. Видишь, как я и предугадала, что конь на B6 перейдет, что все-таки какая-то клетка должна быть сохранена для слона F6. Может, с идеей G6 и слон G7, да? Нет, слон E5. Слон F6 и слон E5 сыграла женская, да? Интересно, здесь не было хода G6. Да, я вот именно действительно думаю, если слон F6, почему она может быть... Подтолкнуть к размену. Вот интересно, если останутся эти два коня. Как бы опять кажется, что, понимаешь, при G6, конь F6, ферзи F6, если белые проведут вот эту многопланную идею с B4, чтобы ослабить пешку на D4, сразу D4 вот здесь, после перейдетов F6 или как-то... Сейчас я подготовиться. Да, я хочу подумать, стоит ли отдавать клетку на... Ну, например, B4, конь A4. Может, возможно, даже конь A4, потому что, опять же, B3, конь C3 залезет, а? Не знаю. Может быть, она не хотела ослабляться G6, может быть, конь G3. G6, конь G3, слон G7, конь D2, и потом, опять же, с идеей F4. То, что тут уже идея F5 совершенно как бы непоследовательна для черной позиции. По мне, возможно, они должны проводить D5, и черные слон G7. Да, конь D2. В принципе, белые сохраняют за собой очень много возможностей. А вот для черных мне совершенно не ясно, что же им тут делать, какой план проводить. Освободиться от слабости. Д5, тогда пешка на C5 как бы ослабляется, и слон ее уже не защищает, и перевела слона G7. А конь сразу прыгнет на Е4, то есть и пешка, скорее всего, рухнет. То есть D5, не так просто. Вот просто ЕD, скажем, конь D5, да, конь Е4. Конь D4. Может быть, конь G4, то, в принципе, конь G3. Да, уже особо ничего не делал. Ферзь C1, потом просто и напал на пешку. Угу. Это вообще идея Ферзь C1. Да. А во-первых, как защищать? Ну, Ферзь B6, да. Да, сам. И Ферзь C1. Все. Ферзь C1. Ферзь C1 съели? Мне кажется, да, я не вижу. Видишь, слон с Е7 я очень хочу. Слабость. Видимо, кажется, что ты избавляешься от слабости D6. На самом деле, создаешь себе очередную слабость на C5. То есть не так просто провести D5 в этой позиции. Ф5. Скорее всего, да, на конь H5 G6, наверное, белые бы не брали бы на F6. Вот слон Е5, да, конь Е5, тогда это уже совершенно другая редакция. Вот смотри, какой, на самом деле, сценарий рисуют нам наши зрители. Дэнзель, главный поклонник в эти два дня, пишет, Жан Сая наверняка будет давить на время оппонентки в цветноте белых, закрутит относительно равную позицию, борьбу, наверное, как это было во вчерашней партии, когда Анна в конце рассыпалась номером. Ну, будет подкручивать цветноте. Я согласна, что Жан Сая, она обладает вот этой невероятной способностью действительно подкручивать позицию в цветноте. Вот даже мне совершенно непонятно решение Мари взять тут конь Е5, ДЕ, не знаю. А, может быть, она обоснована ферш с ходом ферша G4. Я не захотела на мат на бассе, но не знаю. Потому что, мне кажется, она упростила просто, во-первых, задачу черным. Сейчас им совершенно легко играть эту позицию. Она носит не совсем тот же характер, как партия Жан Сая вчера. То есть у нее было два слона, такая рваная позиция, где постоянно приходилось бороться за диагонали, за вскрывать линии. И Жан Сая с этим справилась, мне кажется, просто блестяще. Тут же позиция носит совершенно, да. Позиционный характер. Играть, на самом деле, сейчас после хода конь Е5, мне кажется, ей гораздо легче. Я не совсем понимаю решение белых взять на Е5 и пойти ферз Д2. Ну, она хочет просто сдвоиться по линии С и глупо напасть на пешку С5. Ну, хорошим ходом конь Д7 я ее защищу. Ну, и появляется идея с ходом Б4, да? Сыграть уже на связку надо. Просто определенно как бы решить, я думаю, эту проблему. На самом деле остается чуть меньше времени. Это известно. Желание вообще поменять как можно больше фигуру, просить где-то позицию. Ну, как бы конь на Ф3, в принципе, он очень хорошо стоял. Мне кажется, он нас особо как бы не мешал. Можно было бы пойти в ферз Д2. Мне кажется, что есть ферз Д2 и не знаю, как бы мешал ли этот ход Е6. Ну, там даже ход ферз Д6 такой возникал. На же аж конь Ж5. Посмотрим. Так, Ж6, ферз Д6. Ну, просто на самом деле пока это Ж6 быть может не такая угроза. И конь на Ф3 пока, в принципе, очень сильная фигура. Не знаю. Нужно было подождать просто с этим решением, не определять позицию. Да, не определять. Но опять же, как ты верно подметила, все-таки 11 минут. Какой ход сейчас? 20-й ход? Осталось 20 ходов, которые нужно сделать за 11 минут. Да, быть может, чисто из такой инстинкт самосохранения. Мне кажется, что сыграл свою роль в принятии решения в этой позиции. Ладно, давай посмотрим. Желание контролировать больше фигуры. На самом деле, позиция у Харики с Наной. Харики с Наной. Напомню, что позиция получилась из теоретического варианта в принятом ферзе Гамбите. Ты все угадала. Был ход в Одессе один, опять. А, то есть я продолжаю угадать ход? В Одессе один, да. Нет, ну, потому что ходы, на самом деле, совершенно простые. Ничего другого я придумать тут тоже не могу. Опять, да, ну, тоже совершенно естественный ход. То, что на самом деле мне показалось, что Харика применила вот эту не совсем необычную идею А3-Б4, потому что часто очень белые играют сразу конь Д2, конь С4 и оставляют как бы. Они не используют идею, ну, план А3-Б4, и она решила подрывать, да? А5-БА, ладья Б3. Что происходит на доске? Она решила просто активизировать. Свои фигуры? Свои фигуры, да. Потому что, да, на самом деле, именно в этой позиции мы задумывались о том, какой же будет следующий ход черных, потому что их, на самом деле, не так много. Мне кажется, она создала сейчас какую-то угрозу, может быть, даже Д3-Конь-Д4, ну, то есть, хочет как-то активизировать, может, еще коня С6, но это то, что приходит первое в голову и не уверенно, если это сработает. Да, Д3-Конь-Д4, да, всегда Д3-Конь, Д3-Конь-Д4, ферст-Д1, то есть, сколько уже пешек там на Е5 пешка будет висеть. Поэтому белые, соответственно, и сами пошли на Д3. Да, может быть, а на А3 нельзя взять, ну, хотя бы отыграть хоть что-нибудь. А, там, нет. То есть, если взять А3, да, ты хочешь посмотреть? Да. Слон А3, допустим, да? Возникала какая-нибудь идея? Это как на Ц5? Нет, я просто думаю, Слон А3, Конь А3, Ладья А3. Пока все так стоит неуклюже, пойти в Ферст-Ц2, я не знаю. Ну, и Ферст-Ц2, Ладья Ц3 там тоже возникало, да? Да, да. Поэтому так просто сразу ничего не выигрыш. А почему тогда не Слон А3? Не знаю, пока Слон А3. В Ферст-Ц3, видимо, считаю, Слон А3. Может, просто, даже не знаю, может быть, Слон А3 просто Конь А3, да, Слон А3, и просто защитить пешку на… Тактических нет, да, никаких идей с Ладья Ц6, Конь Е5, но это недостаточно, да, это не получается. В Ладья Ц3, на самом деле, ход с практической точки зрения опять очень интересный, потому что это такой ход на замот, да? Да, на самом деле. Да, потому что поле Д4 опять же освобождается для коня, и проходная пешка появляется. Да, и мне совсем нравится ход Конь Д3, тоже не знаю. Если, в принципе, ход Ладья Ц3 проходит, то тогда Конь Д3, может, не совсем точный ход. Ну, Грозила Д3, видимо. Грозила ли, да? Грозила ли, да. Грозила ли, допустим, А3, давай, как всегда, проверим каким-то совершенно обычным ходом. Ко Би от Д3, Ко Би от Д4, что это такое? Да, Ферст-Д1. Просто Ферст-Д1, а Е4 там висит? Ну да, ну хорошо, но я бы тогда пошла бы Ф3. Вместо А3, допустим. Да, буду сделать полезный ход. Все-таки. Если просто что проверить… Ф3? Да. Туда там где-то Слон Цепь появится. Да, не хочется мне, конечно, ходить Ф3 в этой позиции. Я по-прежнему хожу. Д3, хочу проверить. Д3, Коин Д3. Коин Д3, Коин Д4. Коин Д4, Ферст-Д1. Ферст-Д1. Ферст-Д1, так. И здесь… Ну, Д8, но я не знаю, уже Д9 какой логичный ход, да? Да. Там у нас ничего больше не проходит по Коин Д4. Эти все идеи не проходят пока. Ну, хорошо, допустим, Д8. Ну, Д8, да. Ну, тут мне уже не очень нравится. Да, уже какие-то угрозы появляются. Да, конечно. Да, я понимаю. То есть, может, так тоже не конкретно, на самом деле, красиво, да? Позиция заключает в себе очень много, на самом деле, интересных идей. То есть, Ладья Ц3… Или она подкрутила. Да, это и хорошее слово. Да. ДС… Ладья Ц3. Взяли. ДС. Конь Ц1. Да, на Ладья Ц3 вот мне тоже не нравится пока. Что же делать? Я задумалась. Надо пока. Ну, в самом деле, не так просто сделать выбор в этой позиции. Мне нравится. Да, опять, если с идеей подкрутить, в принципе, как бы Херрика, она не очень любит играть такие позиции, где счетные, да, где в каждом… каждым ходом, то есть, приходится принимать, на самом деле, непростые решения. Вот я смотрю… На ДС3, да, висит фигура просто. Ну, хочу съесть на С4. на С4. Что же делать? И пешка на 3, на 5. Не так просто, на самом деле, определиться. Да, интересно. ход. Ну, а возникшие позиции, которые сейчас на доске, то есть, тоже… Но она пока думает, но на самом деле, наверное… ход… То есть, давай посмотрим, может, ход конь Д4, даже, да, самый вот такой, который… Да, конь Д4, мне кажется, лучше повременить с этим ходом, потому что, на самом деле, конь Д1… А нет ли там конь Е4 после? Смотри, конь Д4, если ферзь Д3, тут конь бьет Е4. Я не знаю, с идеей побить на С4 в конце, нет? А конь Е4, слон Е7? Слон Е7? Слушай, там сложный вопрос задать. Подожди, да, да, да. Сразу там конь Е2, там где-то вариант… Нет, конечно, нет. На самом деле, пока позиция упростилась, и… разменяла все-таки Харрика одну ладью. Мне кажется, тут надо сохранять… А… Возможно ли слон С5 вот тут пойти, на самом деле, все-таки поставить наконец-то… Да, слона… Ну, конь ушел с Д3, то есть, все-таки поставить его на слон С5, может быть, слон Е3, возможно… Мне так нравится. Вот так слон Е3, уже тогда конь Д4, да? Конь Д4 уже будем бить пешкой, наверное, да? Да. Да, ну, видишь, это уже конь на С1 тоже, опять же… Интересно. Нет, вот слон С5 мне хоть нравится. Слон С5. Да, совершенно естественно, на диагональ поставить его… И… Что делать? Вы, кажется, С5 ход хороший. Конь… Конь… Ну, я думаю, что легко будет потом какую-нибудь из них отыграть. И поэтому ход слон С5 мне даже нравится. А если конь Б3? Слон С5 может удастся как бы… На С5. Ну, я слон С5, конь Б3, слон А7 какой-то… Просто отойдешь слон А7, да? Да. Потому что конь Д4 там конь Д4… А, нет, конь Д4 приходится бить все равно. А… Видишь, нет хода конь С5. Вот, смотри, как интересно. Я просто думала, что есть промежуточный ход, но есть… Ну, у белых смоя… Ну, конь Д2 шаг, точно. С конь Д2 шаг просто. Да, не забывай. Вот, конь С5 не получается. Конь Д2 неприятно. Ну, может быть, даже… Ну, я хотела сохранять угрозу при слоне А7 еще. Может, конь Ж4 как-то пойти? Ну, может быть, появляется потом… Мы оставляем за собой всегда эту возможность. Конь Д4 на слон Е3. Угроза страшнее нападения, да? Да, конечно. Не знаю. Может быть, на конь Б3, конь Д4 ход, в принципе, хороший. Но, опять же, заблокируем и не заблокируем. Лучше как касается… Ну, слон С5, да, мне нравится этот ход. На самом деле, нано… Обострила как-то игру. Я думаю, да, обострила игру. Очень интересно. И, быть может, ты думает именно сейчас, как бы… Может, она думает еще над ходом ладья Б8. Я не знаю. Знаешь, активизировать тоже ладью. Подвести еще фигуру. Да. Вместо слон С5, да, допустим? Ну, на ладья Б8 я вот не знаю, что же делать на Ферст Д3. В принципе, у белых такая маленькая угроза еще сохраняется. Ну, хоть им нужно съесть эту пешку. Такой гвоздь в позиции все-таки белых. Спешка на Т3, она очень опасная. Но ты, наверное, сейчас все равно не угрожаешь ее побить, потому что конь И4 будет. Да, конечно же. То есть, при случае. При случае, да. Ферст Д3, может, тогда клетку на Б1. То есть, с другой стороны, может быть, ладья Б8, ферст Д3, тогда ладья Д8. Ну, я не знаю. Очень хитро как-то выигрывать темп. Ну, почему бы нет? Я не знаю. Вообще, возможно. Но Слон С5 мне все равно нравится. Как-то в духе позиции. Давай пока посмотрим. Мне кажется, что это одна из самых интересных партий сегодня. Ну, давай посмотрим, что происходит вообще в партии Хатынашвили Пэт. Да. Ух ты. Как это? Подожди. Куда делся Слон С8? Подожди. Ты видишь, она провела эту идею, о которой я говорила. Слона 6. Опять Слона 6. Значит, после ладья Б8. Слона 1. Слона 1. Взяла на Т4. Да. Взяла на Т4, в принципе. Да. И пошла опять. Сидей Слона 6, в принципе. И она решила проблему плохого слона, о которой я говорила. И, в принципе, мне достаточно интересно она решила эту. задачу. Ладья Е1. Слон А6. Да. Ну, что делать сейчас? Либо Ц5, да. Либо ЦД. То есть, приходить. Я вот не совсем понимаю. Ну, может быть, ЦД все-таки было лучше. Как бы не определять структуру. Как бы она немножко со слоном на 1. Вместо Ц5 по ЦД, допустим, вот здесь. Да. Ну, я знаю. Ц5 для меня все-таки это такое ответственное решение. Да. Слон на 1. Я не знаю. При ЦД-ЦД он сохраняет еще какие-то перспективы. То, что он встанет хотя бы на А3. Да. Он встанет на А3. Ну, еще и поле Ц5, в принципе. При ЦД-ЦД появляется возможность все-таки сыграть конь А4. Прицепиться слоном даже Слон Ц3 к пешке А5. Да. И Ладья по линии Ц стоит. Да. Ц5 – это такое ответственное решение с точки зрения, что, в принципе, в позиции, где, скорее всего, черные будут играть на, надеюсь, Е5. Да. Надо все-таки либо лишить их этой возможности, оставить себе побольше клеток. Мне кажется, что, может быть, Белла уже не совсем четко понимает, вот какая оценка этой позиции. Ц5 – вот это, быть может, именно тот момент, где черные уже хорошо почувствовали, что белые, как бы, быть может, начинают перегибать. Да, папу? Вот порой задаешься, где же все пошло не так, да? Да. В какой момент? Иногда, потому что ты принимаешь вот такие решения, переоцениваешь собственную позицию, либо все равно продолжаешь играть на перевес, где уже пора переключаться. на уравнение, либо просто объективно оценивать позицию и делать, исходя из этого, как бы делать лучшие ходы. Ц5 – не знаю, я не совсем уверена. На самом деле, а черные сделали все, что хотели. Вот они после того, как разменяли белопольных слонов, поставили пешку F5 еще. И провели… То есть они поменяли плохого своего слона. Да. Ну, с другой стороны, как бы, да. Выменила… Провели Е5. Почему Белла выменяла этого слона? Потому что все равно Элизабет, она пошла F5, она провела Е5. А с другой стороны, ну, у черных сохраняется слабость, конечно, пешки C6. То есть… Да, ну, если бы Беллы побили здесь C до C, то уже Е5, наверное, речи… и F5 тут вообще не шло, да, получается? Они бы эту точную идею… Ну, хорошо. С другой стороны, вот именно в этой редакции это все уже не так плохо, потому что мне кажется, что конь C2, ну, после Е5, он, ну, может, получит форпосты D4, F4. Я не знаю. Слон уже… и слон на один уже не так плохо, если его удастся выменять. И… Я не знаю. Скорее всего, позиция равная. Понятно. Сразу бить на Е5, конечно же, не хочется. И… Что пешка на C5 тоже ослабится, ее нужно будет попытаться выиграть. Слон F8, LB5, N4, F5, ну, не знаю, тоже, да. То есть, наверное, надо повременить, ну, подождать, пока определиться, сохранить напряжение в центре. Пока у нас был перерыв, и мне удалось перебросить пару слов с Ясером Сейрованом, и он сказал, что к ним в студию приходила жена Рекса Сигфилда, Джинни. Джинни, да. И она сказала, что на самом деле начинается очень серьезное соревнование между ей и ее мужем, поскольку она решила, что в будущем Кернс, Кубок Кернс должен стать намного успешнее и сильнее Кубка Сигфилда. Да, да. То есть, мне интересно, конечно. Надо напомнить тоже нашим слушателям, что Куб Сигфилда проводится в августе, да, и является, наверное, просто практически самым сильным турниром в мире. Но он проводится и в классике, и в Рэпиде, и в Блице. Это является частью этого гранд-честура. Да, гранд-честура. И чаще всего как раз у него принимают участие Магнус Карлсон и Чубок Мир. Да, он очень любит приезжать в Санвейс, но тогда фактически мы участвуем в историческом... Противостоянии. Да, нет, даже в турнире, то есть первоисточники такого противостояния. И Джинни на самом деле нам рассказала, что когда она познакомилась с Рексом 40 лет назад... Да, давай посмотрим все-таки, затронем тему гранд-честура. В этом году появятся новые турниры. Я даже сама удивилась. Вижу, даже в Румынии выйдет турнир. Да, это в Бухаресте. Раньше он напоминает немножко систему теннисную гранд-шлем, из которой каждый участник должен сыграть три турнира и по результатам они попадают в гранд-честур финал, то есть в финал, где играют, по-моему, четыре игрока. То есть они в каждом турнире набирают очки. И в Лондоне разыгрывается титул чемпиона, мне кажется, в системе, тоже по олимпийской системе. Да, в начале будет классика, и в случае равенства очков будет Рапид и Блиц. То есть вот как в этом году в классике все сыграли в чудо. Да, но они не играют между собой, да? Там проводятся два матча по олимпийской системе. Да, по олимпийской системе. Кубка мира. И... Да, я очень рада, что сохранился турнир в Париже. Мы каждый год с французской командой комментируем этот турнир на французском телевидении, что, в принципе, не совсем обычное явление. Да, и мы очень этому рады. И надеюсь, что продолжим делать это тоже в этом году. И напомню, что даже во Франции делают передачи об этом турнире. Здорово. Я думаю, что столько турниров в этом году. Я знаю, что ФИД объявила об этапах гран-при. И... То есть, на самом деле, расписание в этом году шахматистам будет очень сложное и насыщенное. И, конечно же, телезрители... И наши зрители, в том числе, смогут следить за шахматами просто круглые сутки. Я не знаю, останется ли у них вообще время на что-либо еще. Если следить и за гран-честуром, если следить за серией гран-при, и за женскими турнирами. Это мне напоминает как такую карикатуру. Я, будучи ребенком в Советском Союзе, они носили такой достаточно невинный характер. И когда муж в очередной раз вернулся домой где-то в 5-6 утра. И у него там шахматная доска где-то запрятана, шахматный журнал. И жена, уже будучи у двери, смотрит на него совершенно угрожающим видом. И крича там, да, 5 был в шахматном клубе, насколько можно. Вот видишь, это дает нам возможность смотреть за шахматными партиями круглосуточно, жить ими, опьяняться ими, и делиться этой безумной страстью. Благодаря интернету в наше время просто ежесекундно, ежеминутно. У нас есть очень хороший комментарий, просто не могу его не прочитать, не могу сдержаться. Дэнзин Мэнсель, опять же, Эльмира, вас интересно слушать. Сильная шахматистка, очаровательная леди, веселый человек с искренними эмоциями. Не проводите ли вы стримы на Твиче? Подписался бы тотчас. Анастасия я давно люблю. Спасибо большое за добрые слова. Александра меня уже заманивает давно на Твиче. Я пока еще не совсем знакома со всеми современными технологиями. Мне порой не так легко заниматься такими вещами, потому что комментарии, да, это одно. Я очень люблю шахматы, очень люблю, в принципе, говорить о своих коллегах и вкладывать, вот именно отдавать дань шахматам и говорить о них и популяризировать шахматы. Это нисколько, мне кажется, что вот как бы современные технологии, они способствуют также еще популяризации самого себя, на что как бы я еще не совсем способна, и мне это не так легко дается. Поэтому мне кажется, что тут мы работаем и посвящаем себя чему-то высшему. То есть себя мне не совершенно, ну как бы о себе мне совершенно не обязательно говорить. Это я не думаю, что очень нужно. Ну почему же? На самом-то деле ты встречалась практически со всеми игроками в этом турнире и имеешь совершенно уникальный опыт не только общения с ними, но также ты с ними играла, ты знаешь их характер, ты знаешь их стиль игры. Мне кажется, это как раз те знания, которые ты пропустила через себя, через свой опыт, и с ними, ими делиться, по-моему, очень здорово. Ну, с другой стороны, да, это порой бывает очень личным и не так просто, как вот во время турнира, когда удается затронуть какую-то, ну, важную тему, или, мне кажется, и участницы достаточно искренне со мной делятся и отвечают на вопросы. Ну, это должно тоже оставаться таким праздником, да, ну, быть может, не ежедневным шоу, чтобы было приятно об этом слушать, как бы, и... Да, простите пока меня за это, я не совсем готова еще к прямым стримам, трансляциям. Может быть, и мне удастся в будущем времени с подругами играть в Блиц, да, и... И восстановить какую-то былую такую славу. Я очень хорошо играла в Блиц Европе, сейчас голова практически ничего не соображает. Я вижу, насколько хорошо молодое поколение сейчас играет в быстрые шахматы, и мне нужно еще немножко над этим поработать. На самом деле, еще хотелось бы отметить, что на этом турнире совершенно уникальная дружеская атмосфера царит. То есть, совершенно, потому что, когда мы приехали, все настолько явно были рады друг друга видеть, девчонки общались между собой, вспоминали какие-то моменты, то есть, вообще... И каждый день я вижу, что перед партиями обмениваются... Да, мне кажется, на самом деле миф о том, что шахматист, в принципе, обречен на одиночество, он постепенно как бы расшатывается, в принципе, современными шахматистами, шахматистками. Они все являются людьми, героями своего времени. Они популяризуют... Ну, как бы, начиная даже с самого Магнуса Калсона, они очень много делают для популяризации шахмат. И являются очень веселыми людьми, у каждого свои интересы. И, то есть, миф о том, быть может, что шахматистки смотрят друг на друга как-то зло, или, быть может, как в других видах спорта, там рвут волосы, одежду друг на друге. Совершенно не соответствуют. Нет, мне доски как раз все очень даже... Да, совершенно не соответствуют до действительности. И в этом, быть может, даже заключается некоторая элегантность, да, деликатность шахматистов и шахматисток, у которых, в принципе, совершенно другие этические нормы, они относятся к друг другу с уважением. И, быть может, в наше время это уже достаточно редкое явление, но тем самым, как бы, очень приятно за этим наблюдать. При этом меня всегда удивляет, как некоторые шахматистки, которые настолько дружелюбны в жизни, потом садятся за доску, и это просто такой боец вдруг ни с того ни с сего появляется. Вот, например, могу сказать это и о Валентине Куниной, о Харике Дронавале, которая всегда улыбается до партии, а потом превращается просто в очень серьезную соперницу. И ты прям чувствуешь вот эту энергию, какую-то агрессию в хорошем смысле, вот в боевом смысле, которая идет от нее. Порой это мне напоминает такие романы-кавки, да, метаморфозы. На самом деле за этим достаточно страшно наблюдать, особенно когда ты сидишь напротив. И я хочу сказать, что мы очень часто играем с Александровой, например, в тренировочные партии, даже дома. Ну, это порой доходит просто до таких позиций, где игра идет на последних секундах, и где уже все решается вот именно в этой цепкости, в этой решительности, где Саша постепенно у меня забирает все фигуры. И на меня это действует как бы очень сильно. Я в какой-то момент все сижу и думаю, ну как же это мой лучший друг. А эмоции совсем другие. Эмоции совсем другие, говорит, а вилку опять не заметила, да? Мне кажется, что у нас ждет скоро перерыв, поэтому давай быстренько пройдемся по всем партиям, буквально несколько слов скажем. Так, давай посмотрим, что произошло в партии. Вале все-таки сколько, пять минут осталось? Да. Подкрадываться совсем уже не все-таки пять минут. Видишь, белые провели все-таки Д4, потому что как бы особых идей в принципе в этой позиции не было, кроме… Видишь, она все-таки задумалась о том, она сыграла А3. Это очень важный позиционный такой шаг. А3, слон Ж5. Не уверена, что как бы Валентин… Тут Д4 в принципе интересный. Ходится Д, С, Д. Конь Б6. Видишь, появилась поля С4. Конь Ж4. Конь С4. А почему грозило что ли? Почему король Ж8? Не знаю. Вот я тоже вот сидела. Чисто профилактический ход. Может быть она… Нет, может быть она хотела провести С5. Я не знаю вообще возможно ли это там… Я не знаю. В какой-то момент. Не знаю против чего. Ф4. Не знаю. Пока не могу… Почему мне конь С4. Мне нравится ход конь С4. Вместо король Ж8, да? Да, ну понимаешь… Да. Ну, в принципе у белых тоже появляется. Видишь, клетка С5. А, может быть, Ф4. Против Ф4 смотри. Здесь на Ф5 какой-то ход конь Ф6. Да. А, то есть она хотела сохранить… Расселактику. Я как бы на Ф4 всегда смотрела как отход Ф7. То есть, да. Чисто с этой точки зрения, да, профилактически. То есть она хочет просто взять пешку на Ш5. В случае Ф4. Сохранила за собой эту возможность. Король Ж8. Вынудила конь Е3. И теперь… Конь С4. Да. Владец С1. Ну, у меня конь Д3, да. А, может быть, на конь Д3 черный все-таки побьет слон Д3. Так. И позиция у Валентина, в принципе, очень хорошая, но осталось 5 минут. Это слон на Ж2. Ну, такой какой-то, да. Пока еще непонятно. Непонятно, что с ним делать. Да, конь С4, конь на С4 хорошо стоит. То есть, конь Д3, слон Д3, да. Как потом перевести, быть может, конь А8, конь Б6. Какие-то у меня странные идеи получили. Да. И делать за С8, да, наверное, сначала или куда ты хочешь что-нибудь поставить или на Б8? Да. Ну, Ладя уже на Б8 стоит. А, уже стоит. Да, по-моему, чертные пошли Ладя Б8. Да, да, пошли. Да, из идей… Вот у меня появляются всегда такие странные идеи. Конь А8, конь Б6, да, быть может, съесть на Е3 и перевести потом второго коня на С4, провести Б4 уже и играть уже в совершенно другую позицию. Это как раз то, о чем ты вчера говорила, да, чтобы освободить поле для коня, то есть поднять одну фигуру и… Ну, и на самом деле такие ходы, они не совсем очевидны, да, Ладя Б8, садей, конь А8, конь Б6. Да. Потому что я не вижу другого перехода коня, и конь на С7 стоит достаточно науклюже, пока и Б4, в принципе, не пойдешь. Давай дальше посмотрим. Давай посмотрим. Значит, следующая партия у нас в Костине у Ксатуанских. Так, что же произошло? Все, все поменяли. Все поменяли, да. Ну, да, тогда мне кажется, что черные уже тогда решили, наверное, свои проблемы, если были… После слон Е6 она пошла все-таки слон Д3, не побила на Е6. Помнишь, мы остановились в момент, когда черные опять еще раз предложили размен. А, и Аня не пошла Ферзь Д5, а она пошла Ферзь H4, да? Угу. Конь Ф3. Конь Ф3. Вот мне нравится, да, тоже хоть… Сколько же все-таки в этой позиции теряется темпов? Конь Ф3, Ферзь H5. И вот тут уже какой-то действительно несет скандинавский характер. Эта партия, да, Ферзь, он обычно с H5 куда-то ходит на H5. Знаешь, и кажется, что очень хочется наказать черных за такое потерянное количество темпов. Иногда это как вызов на дуэль. Просто перчатка брошена, я совершенно не… Ну, как бы тебя настолько это задевает. И порой даже как в покере, да, иногда какие-то решения тебе кажутся совершенно нерациональными. И настолько, как бы, одурманивается сознание, что ты принимаешь объективно не самые сильные решения, потому что тебе вот именно хочется наказать соперника за эту дерзкость. Ну, на самом деле, самое важное – это, как сказать, держаться и сохранять вот эту… Да, сохранять хладнокровие. На самом деле, хладнокровие, да. Поэтому, мне кажется, с этой точки зрения, в принципе, облегчает, во-первых, и защиту Ани, у нее все-таки семь минут. Поменять Ферзей в позиции, где, ну, как бы, остается семь минут, может быть, ну, тоже настолько как бы облегчает игру жизни немножечко, да. Но, может быть, как-то Саша не видела, как развязаться, то есть, вот этот король… Ну, поэтому, вот, хоть кони в три, быть может, хоть кони в три не самые четкие. Смотри, ну, как бы, черные уже, мне кажется, у них совершенно нормальная позиция. Да, и… Такая типичная… Давай, давай посмотрим, что же произошло в партии Марии. Да, посмотрим. Конь Е5, ФСД2, Ж6, конь Ж3, ФСД6, ладья С8. Как, в принципе, мы предвидели, то есть, белые будут сдаваться по линии С, ладья С6, нравится мне хоть, да. Очень хороший. В принципе, тут уже белые и Б4 не грозят, потому что С4 всегда пойдут черные. Эту позицию Жан Се, конечно, играть гораздо легче. Вот у Марии 8 минут осталось, и… Я думаю, что уже можно даже попытаться на перехват. В какой-то момент, да? Да, в какой-то момент. Да. Ну, а если белые просто будут стоять, пока ничего не делают, либо где-то аж 4, аж 5… А вот не так просто ничего не делать, на самом-то деле. И корень на Ж3, он… Как же его перевести, опять же, куда перевести, что? Может, его опять надо вести на Ф3. Не знаю, конь Ф1, конь H2, конь Ф3. Я просто не совсем понимаю, что делает конь на Ж3. Его надо… Либо перегруппировать, то есть, ферзь Е2, конь Ф1, конь Д2, перейти на защиту тоже пешки Б3. И такой многофункциональный конь на Д2, чтобы еще и… Ну, при случае сохранить возможность выпада на Е4. И защищаться тоже от С4. Потому что сейчас черные просто тоже сдвоятся по линии С, и в какой-то момент они прорвутся. С4. То есть, эта позиция очень непростая. Действительно, на перехват уже пора играть, и вполне как бы обоснованно. Давай посмотрим. Да, если посмотреть на время, то это будет совершенно неприятно. Что там у Харрики с Наной произошло? Да, за это время. То есть, она на Ц5 слона не поставила? Она пошла слон Ц5. А, пошла слон Ц5. Ты предполагала, что это слон Ф6. Ладя Ф6, конь Ф3. А, слон Ф6 на самом деле интересный ход. Она решила все-таки поменять слона на коня, потому что… Ну, было кучу. Очень много, да. Очень много угроз было в этой позиции. Как бы это облегчает, в принципе, и выбор, и белых. А, ну, с идеей слона Ф6 будешь слон Ф6, конь Е3, да, и… И белые хотят… Определиться с конь Д5, конь Д4. Совершенно естественный ход. Ферзь Д3, слон А3. То есть, восстановили, да, черное материальное равновесие? Я тоже сижу, читаю. И они как-то очень хаотично, да, они разбросаны, да, по доске. Раздвоены пешки С. Да, давай посмотрим, что же… И на самом деле поставили ловушку. Теперь, если ферзь будет С3, ну, давай я просто покажу. Ну, слон С1, да. Ну, тогда должны показать. Я никогда вижу такую вилку, хочется сразу показать. Да, давай, на самом деле, красивая вилка, да. То есть, поставили маленькую ловушку. Ну, то есть, как бы, совершенно примитивно пешку съесть. Ну, наверное, на конь Д5 все-таки, да, надо пойти. Что на конь Д5? Ну, да. Ну, да. Да, потому что… Почему конь Д2? Конь Д2. Ну, слон Д3, да. Конь Д2. А, пошли? Не, не конь Д2. А пошли? Это так пошла. Конь Д4, да. Конь Д4, да. У меня ничего не показывает. Я не знаю. Я вообще не могу следить за партией. Да, действительно, смотри, на доске стоит конь Д2. Конь Д2. И так. Не зевает ничего. Ну, вот первое… Сразу надо смотреть все взятия. Что вообще тут? Давай посмотрим. Потому что, ну, совершенно естественно понять желание белых. То есть, выменять этого безумного коня на Д4. Коня Д4, да. И они теперь, наверное, уже напали на пешку С3. Ну, в принципе, да. И взять пешку С3 конем. То есть, конь С3. И напали на Д4. Идея совершенно простая. И напали на Д4. С другой стороны, конь Е2, ферзь Е2. И… Да, допустим, если смотреть просто. Конь Е2, ферзь Е2. Самый простой. А там не было какой-то совершенно безумной идеи с конь Ф3? Ну, я не знаю. Вот здесь. А, нет. Там же конь на Е2 все-таки стоит. Нет, нет, нет. Я уже и коня поменяла, да. И здесь сразу и конь в 3 пошла. И конь в 3 пошла, да. Нет, давай тогда посмотрим. Конь Е2, ферзь Е2. И… Может быть, ферзь С6? Ох, надо… У нас там какой-то ход ферзь А6. А, интересный такой ход, действительно. Ферзь А6, то есть… А, ну, ферзь А6, ладья А6, конь С3. То есть ладья А5. Она хочет перевести просто в равные Эншпири. Давай посмотрим. Ферзь А6, ладья А6, конь С3. Да, ладья А6, конь С3, да. Ладья А5, да. Ладья А5, да. Ладья А5. Ну, наверное, позиция все-таки равная, но фигура у нано очень активная, да. Чуть-таки поактивнее, наверное, да. Ну, а, допустим, как же пошли… Да, побили. Ну, там другого… Шерзь, там другого не было, просто. Да, это совершенно форсированный вариант. Куть С3, ладья А5, и, может быть, даже ладья А1, нет. Видишь, ну, получится, а вместо ферзя А6 ничего не было больше? Опять же, я не знаю, что там церекнот проходит. Так интересно, потому что такая позиция именно… Ух. Ладно, мы в любом случае даже за единый перерыв. Хоть такая интересная. Подожди, давай взглянем в E, в позиции Элизабетта. То есть, опять, тоже произошли какие-то изменения. Или… На самом деле вот она играет уже более в своем стиле. Она провела E5, F4, видишь, как бы она лавирует между такими позиционными идеями и динамическими решениями. В принципе, F4 она сохраняет тоже за собой возможность атаковать. Да? Как-то нравится мне уже позиции черных. Не знаю. Может быть, ничего в ней уже нет, но по сравнению с той, которой она была… Ну, да. На самом деле… Просто совершенно, да. Очень хорошая, здоровая позиция, да. Что делать? Ну, все, E, F4, F4. Что сейчас уже делать? На коне F4 же не возьмешь, да? Давай покажем. Ну, с другой стороны, опять же, тут смотри, какая диагональ открылась для белого слона на 1. Если конь F4, то есть такой неприятный ход. То есть, я покажу на доске, когда вижу мат. Или выигрыш ферзя, я не могу удержаться. Да, ну, видишь, вот в этой позиции слон F4, G3, наверное, да? И как определиться со слоном, куда его поставить? Я тоже боюсь порой в цитноте, вот когда слон на 1, удастся такую батарею поставить в F3. Может быть, не совсем это, конечно, страшно. Пока нет, но… Ну, смотри, вот сейчас G3, например. Да, как развязываться белый будет все-таки какая-то есть связка? Ну, развязываться. Ну, G3, да, мне кажется. Я не вижу, в принципе, совершенно естественный код. Как быть? Может быть, G5, G5, G9, F6. Да, допустим, F3 как-то слон F6. Потому что, мне кажется, в принципе, очень важно выменять вот теперь этого слона G5, F6. Но при этом оставить пока эту связку. Да, и посмотри, вот у белых сохранена эта слабость C5. Ну, с другой стороны они, скорее всего, поставят коня на D4. Ну, такая тоже, да, скорее всего, равная позиция. Да. Ну, я думаю, сейчас самое время сделать маленький перерыв, после которого мы вернемся и уже будем смотреть окончание партии. Да, будем следить за цит-нотами. Я боюсь, за всем не уследишь. Оставайтесь с нами. Поехали. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» субтитры. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 vermont Вот оно опять во всей красе. Да, ну, я сегодня выступаю в роли представителя Гранд Честура. Все предыдущие титулы, которые вы мне перечислили, да, они сегодня немножко отходят в сторону, потому что сегодня день, когда Гранд Честур объявил участников сезона 2019 года. Мы очень рады тому, что все лучшие шахматисты мира приняли приглашение, за исключением Владимира Крамника, который объявил свое прекращение профессиональной шахматной турнирной деятельности. Хотя мы надеемся, что, может, он примет приглашение сыграть в одном из турниров по быстрым шахматам и в Блиц. Таковых у нас будет пять, как вы видите из расписания. Мы увеличили количество турниров до восьми. Пять по быстрым шахматам и по Блицу, и два по классической системе. И финальный турнир, это уже финалисты, четыре финалиста по результатам сезона будут встречаться в Лондоне за звание победителя Гранд Честура. Мы также увеличили количество участников с девяти до двенадцати. И таким образом у нас увеличение количества участников как в основном туре, так и среди тех, кто будут приглашены как вайлдкарт. И в этом году из пяти турниров, которые непосредственно будут по быстрым шахматам и по Блицу, те, кто участвуют в туре, они должны будут сыграть три из пяти. То есть по системе, система квалификации в финал будет состоять из двух классических турниров и трех турниров по быстрым шахматам и Блиц. Соответственно, участники будут выбирать в согласовании с руководством Гранд Честура, какие турниры они будут принимать участие. Одно из главных, конечно, событий, это то, что чемпион мира Магнус Карлсон возвращается как участник Гранд Честура в полном формате и будет участвовать в двух классических и трех турнирах по быстрым шахматам и Блиц. Это отличная новость, поскольку в прошлом Гранд Честура он не принимал участие, я думаю, это было связано с матчем на первенстве мира. Да, конечно, ему трудно принимать участие в год, когда он должен защищать свое звание. Хотя он участвовал в предыдущие годы и как участник полного тура, и как участник одного или двух Рапидов и Блиц. В этот раз он принял приглашение и будет участвовать как полноправный участник всего тура. И, как я сказал, что все ведущие шахматисты подписали контракты и уже начиная с турнира, который пройдет в Африке. География тоже расширилась? Да, да. Мы увеличили не только количество турниров и участников, но и диапазон действия, так сказать. География расширилась по всем континентам Америка, Азия, Африка и Европа. И впервые в истории ведущие шахматисты мира посетят африканский континент и сыграют там турнир. Я надеюсь, что это будет иметь огромный резонанс. И, кроме того, это повлияет на развитие шахмат в Африке. Безусловно, это... Огромный толчок, наверное, все-таки даст. Да. И вот, что характерно, мы начинаем первый турнир в Африке, непосредственно в Кот-де-Вуаре. И последний турнир будет в Калькутте, в Индии. И это тоже новое место, где будет проходить турнир. Первый раз они проводили в ноябре самостоятельно, и они с большим энтузиазмом входят в систему Гранд Честура. Также у нас новые места, это Бухарест и Загреб. Элимира очень удивилась, увидев Бухарест, она сказала, ничего себе, даже в Бухаресте будет там Гранд Честура. Да, да. То есть, у нас расширяется география даже внутри Европы. Если у нас был только Париж и Лондон, то мы сдвигаемся в Восточную Европу, будет Загреб и Бухарест. Поэтому, в общем-то, мы очень рады тому, что нам за короткое время удалось расширить и географию, и призовой фонд увеличился до 1 миллиона 750 тысяч, что, наверное, является самым крупным призовым фондом, наверное, за всю историю в серии турниров. И поэтому спонсоры заинтересованы, и у нас подписан договор с компанией, которая будет заниматься непосредственно брендингом и выводом нашей Гранд Честура на более высокий уровень, в том числе и на телевидении. Мне кажется, это абсолютно прекрасные новости, и очень здорово, что все сильнейшие смогут в этом году принять участие, и это отличная новость для всех зрителей, и русскоязычных, и англоязычных. И на самом деле... И франкоязычных. И франкоязычных, точно. Да, потому что турнир в Африке будет в франкоязычной стране. Да, потом в Париж переедет. Да. И мне кажется, что просто это огромный подарок всем шахматистам, всем любителям шахмат. На самом деле вернемся теперь к женскому турниру. Да, я единственное хотел сказать, что в связи с тем, что Владимир Крамник завершил свою карьеру, и его место освободилось, его место занял Сергей Корякин, также российский шахматист, который был по рейтингу следующий. И таким образом количество российских шахматистов в Гранд Честуре не изменилось. Здорово. Пока мы уходили на технический перерыв, в это время Нанадзагница завершила свою партию с Харикат Ранавалем. Мы где-то уже предполагали, что, возможно, все-таки все идет к упрощению, и партия закончится. Да, но она шла уже в ничейную. Вот такая вот конечная позиция. Но, конечно, сейчас во всех партиях продолжаются цитноты. И, я не знаю, я думаю, стоит перейти к нашей центральной партии этого тура, Валентина Кунина, Эрина Круша играть с Валентиной Куниной. Что тут произошло за это время? Мы где-то остановились, ох, давно. Мы уже не смотрели на эту партию. Вот где-то здесь, да, где Валентина перевела своего коня на С4, нам стало ясно, что, наверное, черные решили свои проблемы, но в это время у Вали оставалось мало времени. На данный момент уже все не так плохо, 4 минуты, почти 5 минут против 6. Да, ну, на самом деле, позиция у черных уже лучше была. После того, как конь зашел на С4, то, безусловно, позиция, наверное, стратегически проигранная за белых, потому что король открыт, пешки продвинутые, и у них никакого движения нет, то есть практически нет никакой контр-игры. А если вы посмотрите на конфигурацию, то они выглядят как шашки. Кроме пешки H5 и слона на G2, который упирается и, в общем-то, не имеет никакой жизни и шансов войти в игру, то все остальное стоит, вот, смотрите, пешка B2, ладья C1, ладья D2, ферзь F2, такая шашечная структура. А тем временем черный в этой позиции, на самом деле, время уже не имеет значения, потому что совершенно четкий план игры у черных, внедрение тяжелой артиллерии на ферзевом фланге, и после этого все разрушится, слабость пешки G3, слабость королевского фланга, слабость пешки D4, сейчас еще только одну ладью подвести, и на этом, наверное, все закончится. Да, очень тяжелая позиция сейчас у белых. Ну, наверное, безнадежная была, я полагаю, да. Как-то Валентине Гуниной все-таки удалось в какой-то момент переиграть соперницу. Дело в том, что у белых не было четкого плана, что делать дальше. То есть, ну, конь стоит на E1, прыгнуть на F3, это значит отдать пешку H5, а двигать пешку F4, это ослабление пешки G3. В результате ферзь сманеврировал через поле E7, перейдя на ферзевый фланг, и эта структура, в общем-то, разваливается, нет защиты, в принципе. Поэтому сейчас, насколько я понимаю, там слон взял на G2, размен слонов белопольных у... Ладья C5, слон G2. Да, ладья C5, слон G2, и сейчас... Если ферзь G2, понятно, ладья будет G3, а если... Ну, король G2, конь C3. А, конь C3, просто... Ой, пушмар. Конь идет на E4, после чего... Да, ну, там уже... Очень тяжелая позиция. То есть, надо, наверное, на ладья C3 уже ходить. Проигранная позиция, да. Если конь возьмет на G2, тогда ладья B1 шаг, и так далее. В общем, позиция, конечно, тяжелая. Да, если какой-то отчаянный ход, ладья бьет B5, ладья возьмет B5, король бьет G2, и вторая ладья, ладья F, идет на B8, ну, тоже безнадежная позиция. Так что, я думаю, что эта партия завершится буквально через пару минут. Совсем скоро. Да, очень скоро, потому что сейчас... Ну, конь C3, и самый натуральный ход после король бьет G2. Поэтому можно перейти. В следующей партии тут вопрос появился у наших телезрителей. Вопрос Михаилу, спрашивает Сергей Ким. Кто сыграет за США в Астане, за женскую сборную? И ожидается ли приезд Каруаны, Сойя, Накамура? Я, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос, потому что этим занимается офис Американской шахматной федерации. Насколько я понимаю, что ведущие шахматисты не приедут? Что-то не ожидается, что приедут чемпионаты мира. Но состав команды еще неизвестен. А женская сборная? Будет, скорее всего, в похожем составе, как и на Олимпиаде, или будут какие-то изменения? Я думаю, что будут большие изменения. Хорошо, понятно. Потому что Нази Пайкидзе по каким-то причинам не смогла принять участие. Она, кстати, не будет участвовать и защищать свое звание чемпионки Америки. Это уже известно. И она не приняла приглашение в команду. Насколько я понимаю, но это вы можете спросить у Ирины и у Ани, если они планируют поехать. Но, насколько я знаю, они тоже не будут ехать, а будут играть в чемпионате Америки, который начинается буквально через три дня после окончания командного чемпионата мира. Скорее всего, обе команды будут молодежными. Готовится новая смена на будущее. Да, но я не могу категорично и точно сказать, потому что этим занимается непосредственно Офис Федерации, и они согласовывают это с игроками. Мне подсказали, что еще одна партия завершилась. Мы можем видеть на экранах. Мария Сепак сыграла в мячу с Жан Сею Абду Малик. Да, хотя у Абду Малик была достаточно перспективная позиция. Она имела в течение всей партии хорошую позицию, и по времени было все нормально. Но когда меняются фигуры, и король открыт, то... Вечный шаг. Вечный шаг, да, и там уже игры нет. Хотя, конечно... И вот продолжается еще очень интересная партия. Вот Александр Костенюк и Анна Затонских. Это был совершенно интереснейший дебют. Вот Корольев-1. В общем, мы наблюдали с огромным интересом за происходящими событиями. Вот здесь вот русская партия. Корольев-1, слон В7. Вот сейчас, допустим, мы вернемся где-то к моменту приблизительно, когда разменялись ферзи. Но я бы скорее вернулся к моменту, когда ферзи не были разменены. Вот когда ферзь на H4, на H5. Вот здесь, да? Вот здесь, да. Вот ход слона В4. Да. Ну, опять-таки, вот белые медленно играют, и непонятно, что происходит. Вот в этой позиции, допустим, сыграть не C6, как сыграла Аня, а сыграть конь C6. Отдать эту пешку. Вот побороться за инициативу. Ладья C8. Слон, наверное, должен убежать на G3. На G3, допустим. Да. И вторая ладья на D8. Ну, как классический. Классическая тема. При королеве церкви. Да. Жертва пешки за инициативу. Ну, как по книжке. И согласитесь, что в этой позиции большой, мне кажется, позиционный перевес у черных. Вот, а если слон еще перейдет на F6, пешка D4 слабая. И тут уже белым нужен найти шанс. Ну, видите, Аня решила, что она лучше сохранит эту пешку. Ну, видите, конь на C6 все-таки лучше стоит, чем на D7. То есть нужно развить фигуру. А поле C6, забранное пешкой, оно дает белым все-таки возможность играть более спокойно. Конечно, при королеве на F1 всегда сложности. Но, тем не менее, это надо использовать. То есть более активная игра. Помните, я вчера говорил, что надо играть фигурами пешкой. Это очень поучительно. Вот это поучительно, что надо играть фигурами. Вот это тот случай, да, что не обращать внимания, что пешка C7 в данной позиции не играет абсолютно никакой роли. Более того, она мешает развитию ладей. Думаю, стоит перед тем, как мы идем на очень короткий перерыв, посмотреть финальную позицию, которая сейчас на доске стоит, и как-то оценить ее, прежде чем сюда в студию придет Нана Загниза и даст свои комментарии о партии. Да. Как можно оценить сложившуюся ситуацию? Во-первых, он играет по минуте. Это все тоже Костенюк Затонских. А, Костенюк Затонских? А, вот это уже стоит на доске. Это то, что стоит на доске. А, понятно, понятно. Позицию практически невозможно узнать. Да. Но вот такая. Как-то активнее стоят ладей черных, но король. Сейчас, секундочку. Мне кажется, что там король пошел уже вперед. А, вот здесь они делают быстро ходы, поскольку обоих цвет ноты, и позиция уже изменилась. То есть, король G5, да, пешка на H5. Конь прыгнул на D4, да? Да, последний ход был конь D4. Ну, H6, наверное, ход, король H7. Король H6. Я не знаю, просто король уже... Все равно у черных лучше позиция, безусловно. Это, наверное, лучший вариант. То есть, они фактически играют на... Мне тоже так кажется. Пешка E5, слабая. Слабая, да. Ну, здесь, я думаю, еще какая-то конкретная... Какой-то конкретный счет. Ну, видите, она не решилась. Все-таки Супу взяла на G6, что, наверное, похуже. А сейчас... Здесь Анна думает, может быть, побить или конь D6, включить тоже какие-то есть ходы. Ну, конь D6. Ну, надо побить, а зачем? Зачем? Конь на D4 хорошо стоит. Ну, она так и побила правильно. Да. Так что... Да, осталось буквально... Эта позиция уже стоит на доске, да? То есть, она взяла пешку? А, нет, она не забрала пешку. Еще не забрала? Нет, у нее осталось 12 секунд. Ну, она сейчас сделает, у нее появятся еще 30 секунд. Это уже появилось. Уже появилось? Да, она побила на G6. Побила на G6, наверное. И что после этого? Сейчас осталось 3 года до контроля. Да, потому что у Костенек тоже не так много времени осталось. Они играют на последних секундах. Да. На самом деле осталось буквально 3 хода до контроля. И я думаю, что мы сейчас очень быстро уйдем буквально на 20 секунд на рекламу. И вернемся сюда с нами за гнизой. Спасибо огромное, Михаил, за то, что вы пришли в нашу студию. Сделали такие прекрасные объявления для всего шахматного мира. И мы ждем вас завтра. Я надеюсь, что вы тоже найдете время. Обязательно. Спасибо. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Продолжение следует... 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 Вот слон Е7 тоже ход я хотела спросить. Ты хотела увести слона просто или еще что-то здесь, за которым было? Знаешь, когда я опять играю, у нее всегда есть Ладей Пи-5, Кон Д6. То есть это профилактический ход, да? Именно для того, чтобы провести опять. Да, поэтому я пошла слон Е7. Вот Ладей Пи-1 и опять, да. А здесь еще, ну, она могла, конечно, Кон Д5 взять, Кон Д5, Б, А и вот Е7-5. Это тоже такая непонятная позиция, не знаю. Может, у меня здесь уже хорошо даже. Да, ну, она, я думаю, не успеет просто заблокировать с моей пешкой. То есть, поэтому, видимо, ей это не понравилось? Да, да, ей не понравилось, поэтому она беда была, да. И вот Ладей Пи-1, да, и после этого уже мне как-то уже понравилась моя позиция. Да, да, да. Ну, то есть, это как-то делать обострировали. А вот в этом позиции я не уверена, что я самый лучший ход играла в позиции в Слон Е7, не знаю. Нам как нравился Сальмир этот ход, на самом деле, Слон Е7 как раз мы тоже смотрели его. Ну, это, я думаю, может, было что-то больше, да? Было что-то больше, да? Да, да. Ну, не уверена, конечно, но Кон Д4, просто ФС Д3 она идёт. И вот, что я думала, здесь все эти Кон Д4, Кон Х5 смотрела, но как-то не проходит, я думаю. Кон Х5, вот я это смотрела. Если Слон Е7, да, Кон Д4 есть, ну да, да, здесь есть у меня что-то. Ну, если просто Слон Е3 пойдёт, вот здесь я не нашла ничего. Не знаю. Я знаю, просто фишка хочет, да. Верже 4 нет каких-то, нету, да? Верже 4, Кон Х5 всё равно, да, 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 ничего там нет, да. Кони 5, да. Никаких, да, так как это стоят фигуры, защищут. Поэтому пошло, чтобы нападать на F2, ну как-то. Она все хорошо играла здесь, я думаю. Коли-3, ход хороший. Вот конди-4. Да, здесь, если конди-5 пошла, я вот ладей F3. Хотя, ух ты. Если G, F3, по-моему, там мат есть. По-моему, если не мат, если я H6, просто на F5 пойду и думаю, что... А конди-3 сразу и F2, а ничего? Нет, там, по-моему, H6. По-моему, ты это смотрел, этот Валент? Ага. И не дни недели. Вот H7, если пойдет? Так. Я вижу, что F8, F4, F4, F5. Не проходит, не проходит. Значит, все, да. Конди-4. То есть ладей F3, ты заготовила, да? Ясно. Она может это не взять, но если вот так пойдет, я вот так пойду. Все ясно. Два, да. Но я думаю, что дальше уже рано стоит. Да. Да, вот. Она все, кажется, уже отфиксировала. Да. Мне кажется, получилась такая партия интересная в то же время. Нана, спасибо огромное за комментарии и удачи тебе дальше в турнире. Удачи, спасибо. Спасибо за просмотр. Удачи! Удачи на Твиттере от Дам Ас. Не может ли я это упоминуть? Удачи! Это чуть-чуть шарп, да? Для тех, кто-то новым к чесам, это может выглядеть как ба-3 это невероятное движение, потому что ба-3 это невероятное движение, потому что ба-3 не один. Но это что-то мы называем «он-пассон». И вы можете сделать это, но вы должны сделать это instantly. Вы не можете ждать для этого движения, как, скажем, кг-7, кг-2. И я попробую, потому что... Как я сделаю это? Я ссор. Это очень смешно. Это очень смешно. Я думаю, что это не было. Лауренс! Привет, Лауренс! Я буду играть 4 против Лауренс. И он сейчас будет играть что-то мы говорили в течение времени наше время. Да, он сказал мне, что это прекрасно. Д5, это было, что я думал, что я думал, потому что сейчас я думаю, что он играет. Нет, Лауренс, это не как чесно работает. Сдалее. Это будет гораздо больше, если чесно работает так. Но я не думаю, что это может. Может, это может. Но это может. Ну, что я, что я не regretтал, что я просто сказал. Как я смогу от этого до этого до этого это немного beyond меня. И, что-то плохое, я никогда не слышу от этого. Моя качество жизни просто пошло невероятно. Потому что я вообще делаю офис с этим. Да, удалось мне забраться обратно в студию, все-таки. Да, с возвращения меня, и я наблюдала все-таки за стадией цейтнота в production studio, я уже даже не знаю, как же по-русски это будет. На самом деле, очень удобно наблюдать за всеми партиями на экране, они установлены везде, в шахматном клубе, в Сан-Луисе. Это здание, на самом деле, просто невероятное, где любой шахматный любитель, обозреватель может следить за всеми партиями на любом фактически этаже шахматного клуба, и все для них сделано. Подзрителям здесь очень мило. Да, это очень приятно, ты настолько наслаждаешься шахматами. Давай посмотрим, что же произошло все-таки. Видишь, я смотрю на позицию, которая возникла в партии Ирины Круш и Гунина Валентины. Я немножко наблюдала тоже за цейтнотной стадией на экране. Валентина очень-очень хладнокровно действовала в цейтноте. Ее позиция, видишь, достаточно легко было играть черными, даже оставляя себе 5 минут. Да, и мы как раз дошли с Михаилом Ходорковским до вот этого момента, конца 3, и он тоже сказал, видимо, придется уже лазиться 3. Ну да, но все-таки, как говорится, вилка неизбежна, да. И насколько, в принципе, хорошо Валентина провела вот этот план, то есть достаточно удачно, о котором я и говорила, да. Она провела Б4, фактически, ну, она провела его немножко в другую редакцию. Слабость пешки Б2 она сказалась, то есть белые совершенно не справились ни с защитой. Но на самом деле, вот слон на Ж2, видишь, насколько он все-таки плох в таких позициях. В позициях, да, и тут уже даже, когда удалось уже его, в принципе, выменять, ослабилось поле Е4. Конь С3, Ирине пришлось пожертвовать качество, ладья С3, да. И в 5, это уже такой немножко отчаянный выброс, да. Ну, пытается, как-то ослабить короля черного короля, создать, быть может, какую-то такую наивную угрозу, конь Ж6. То есть, ну, которая исполнилась, ну, то есть, да, дальше короля, сын не ясно. Конечно же, да, в принципе, тут матовые сети нету. И Ирина, вот, мы видим, на экране, да, она сдалась. И Александра Костенюк, она защитилась в итоге, и партия завершилась в ничью. Ну, сейчас мы досмотрим тогда вот эту партию. То есть, позиция, которая стоит вот на доске сейчас, конь Ж6, верстная Ф4. Эльмира, а как ты думаешь, что тут есть шансы у белых как-то спастись? Нет, шансов теоретических, в принципе, просто нет. Потому что на любой ход, в принципе, последует, скорее всего, да, Ферзь за 2. Я не вижу, как это может защититься от мата. А, просто, да, сейчас у нас разные позиции. А, нет, это на самом деле, я думала, что Ирина, она сдалась, она, как бы, после ладья С2 у меня замерла картинка. А, на самом деле, да, было сделано король Х3. И я просто не вижу, ну, что же делать после Ферзя 2. То есть, как бы, матовых угроз белым фактически не создать, потому что при Ферзе Ф8, то есть, когда, как только Ферзь отходит от защиты, да. Да, ладья H2, да, ферзь Е2, ну, и фактически ладья H2, да, ладья H2, да, ладья H2 мать, да. То есть, ферзь фактически не может отойти от защиты, но, с другой стороны, после Ферза 2, как же защититься, вот, с самого элементарного, быть, может, матовик 8, просто король Ж8. Да, и Ферзь Е2, ну, что можно сделать, Ферзь Е3 пойти, не знаю, даже. Допустим, да. Ну, да, как бы, может, сохранить какую-то, ну... То есть, нет, Ферзь Е2 теперь хода, да? Нет, ну, ход Ферзь Е2, в принципе, есть, он переводит просто совершенно выигранный Эншпиль. То есть, там, Ферзь Е2, Ферзь Е2, Ладей Е2, Сиди, Ладей Е4, ну, может, и Ферзь Е2, как бы, достаточно Ферзь Е9, Ферзь Е5. Конечно, ну, как бы, тут, на самом деле, очень печально. Да, любой ход ведет к победе черных. Давай, тогда перейдем к партии Саши Костемью Карли Затонских. То есть, чем она завершилась, мы с Михаилом Одарковским досмотрели, до момента, когда уже пешка стояла, вот, пока взятие было на Ж6. Да, я тоже наблюдал за этой партией на экране, тяжелейший был цейтнот, мне кажется, не так легко давались ходы в этой позиции, потому что оставалось уже буквально там, там шел уже, да, такой каунтдаун, немножко напоминал мне посадку самолетов, вот мне удалось побывать в кабине и с пилотами провести посадку рейс Париж-Берлин. И когда снижается высота, датчики тебе сообщают об этом. Вот, получается, как бы так, две тысячи метров, полторы тысячи метров, тысячи метров, и все это делается таким ужаснейшим голосом. Вот мне это напоминало примерно эту ситуацию, где шел уже отчет. Пять секунд, четыре секунды, три секунды, буквально на часах оставалось какой-то, ну, не знаю, ну, доли секунд, они в какой-то момент тоже, я думаю, Аня пыталась играть на победу, но при этом не идя... Ну, с запасом, да, с запасом, да, как говорится. И Саша, мне кажется, делала просто единственные ходы тоже, чтобы не получить проигранную позицию. То есть самолет посадили успешно, да, справились с этой задачей. Ну, не знаю, мне кажется, все-таки, быть может, у черных, не знаю, быть может, больше шансов было, в принципе, по ходу борьбы. Видишь, она прошла через плохую позицию, Аня, и, в принципе, есть ли возможность зацепиться. Ну, да, тут уже, на самом деле, у нас такая необычная идея, тоже напоминает мне партию Тимон, Шорт Тимон, где при ослаблении, ну, был ослаблен черный король, и белый король прошел там через при полной доске фигуры, да, 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 естественно, это партия. Ж-5, Ж-6, и поставили просто, ну, как бы создали матовые угрозы. Ну, Саша, там что-то такое, что теперь вообще король в 6, может быть, да? Ну, здесь уже другая позиция. Да, нет, мне кажется, что еще при этом белый же протащив, протаранив, то есть, H4-H5, HG-HG, ну, в принципе, такую возможность ствоиться просто по линяш, на самом деле, теперь Ладина, и сохранить какую-то контр-игру. То есть, надо защищаться активно, в принципе, что и продемонстрировала Александра, и, на самом деле, как бы это интересный метод защиты. И Михаил показал очень интересную идею, мимо которой мы прошли с тобой в дебюте. Вот здесь он, конечно, предложил совершенно логичный ход. На слон F4 пойти вот здесь просто в конце 6 и отдать пешку на C7. Да, а это, кстати, стандартная жертва, мне кажется, стандартная идея, но я, как бы, уже не согласна была с ходом коня F3. Вот мне не нравится ход коня F3. Мне кажется, в этом и начало, да, проблем, на самом деле, в позиции белых, чего совершенно не предвещала эта позиция. То есть, вот, ход коня F3 мне совершенно не нравится. То есть, что происходило в этой партии? Такое танго необычное. Слон Е7, слон Б4, слон Е7, король F1, конь Е5, конь F3. И неожиданно, в принципе, черные после размены ферцей получили лучшую позицию, мне кажется, достаточно легко им было играть. Может быть, белые по инерции тоже, опять же, играли на перевес, черные находились в цитноте, поэтому не... Может, да, закономерный результат, в принципе, да, черные тоже справились с защитой. Получается, осталась только одна партия? Что же произошло в партии или петь? Ага, точно, на живот это не посмотрели. Вроде я не совсем поняла, да. Давай вернемся. Стоит мне отвернуться. Они еще играют. Да, но стоит мне отвернуться или из равной позиции волшебной палочкой отдала пешку. Куда мы вернемся, на каком моменте? Давай посмотрим, может, да, просто понять, как изменился характер борьбы. Вот помнишь, G3, я сказала, что ход совершенно естественный был сделан, да, слон G5. А вот, мне кажется, да, G3, слон G5, прислон F4, да, и как было сыграно, то есть слон G6, подожди, ладья B1, нравится мне даже ход, да, хороший ход. Может быть, стоило поменять ладья B8? Я, в принципе, пока тоже не совсем поняла, что на ладья B8. А, может, ладья B8, ферзь B8, конь прыгает на D4. Да, сразу цепляется к пешке C6, может быть, сразу так вот, дядя B8 тоже и не пойдешь, да? То есть, хотелось бы, опять же, упростить позицию и тем самым, как бы, облегчить защиту, в принципе, мне кажется, нет, но... Может быть, не стоило менять этих слонов? Я не знаю, но это определенное человеческое решение, я вообще, за это порицать, вообще, у меня рука не поднимется. Вот, потому что, когда ты смотришь на этого слона на один, конечно же, я... Только хочется от него избавиться. Мне кажется, настолько естественное решение. Давай посмотрим слон F6, а что же случилось? Слон F6, слон F6. А, и, как бы, видишь, то есть, ну, получился такой форпост на D4, прицепились, и, понимаешь, смотри, и конь ушел еще, он ослабил, то есть, поле B6, и ладья, видимо, просто может, ну, как бы, сочетая много угроз в этой позиции, белые, видимо, выиграли пешку. Она пришлась ходить в D7. Да, пришлось опять ходить в конь D7, угроза, да, ладья B6, король G2. Так, знаешь, как бы, мне нравится, как Белла, в принципе, разыграла вот эту позицию, она постепенно ее усиливала. Посмотри, все фигуры сейчас стоят, ну, в принципе, на оптимальных позициях, таких, на клетках. И король G2, она избавилась от потенциальных ишахов, и, быть может, от, ну, каких-то, я не знаю, сказочных матовых угроз, которые могли возникнуть, если ферзь бы залезла на H3, не знаю, это, конечно, тоже чисто детская такая фантазия моя. Ну, ладья Е4. Теперь она как-то начала перестраивать. На самом деле, какие же все-таки в этой позиции, да, полезные ходы, мне не совсем понятно. Ее очень непросто играть получилось. И, то есть, Элли пошла Е4, как бы такой активный ход, ферзь С3, мне нравится, конь Е5, ладья Д1. И что же теперь делать? Быть может, сохранить напряжение, ну что делать? Пока, пока белые не могут разгрузиться, не знаю, если идея... Не знаю, почему ферзь С7 был сделан ход. Быть может, она боялась, что есть эта идея, все-таки с взятием на H5, ферзь Д8 забрать на Д7, то есть, как бы, я не совсем уверена. Ну, как бы, быть может, Элизабет Цикнотит. На ферзь Д8 конь Ф8, наверное. Да, видишь, значит, пешку все-таки брать нельзя. Ну вот, то есть, надо посмотреть. Ну, допустим, я не знаю, какой-то любой ход, и посмотреть, что же будет на ферзь А5. Ну, и там нет возможности все-таки ладью через Б1 привести на Б8, то, что там уже начинается идея, ну, ферзь Е4, то есть... Ну, не знаю, допустим, если пойти там... А какой же... Надо сделать полезный ход. Нет, H5 очень сильно ослабляется, да, не знаю, полезных ходов, к сожалению, нет. Может, нет ходов? Не так много, что А4. А ферзь Е6 нельзя отходить? Ферзь Е6... Мы не ослабляем ничего. Ферзь Е6, вот сейчас проверить. Ферзь Е5, я просто уже... Нет, Ферзь Е6, Ферзь Е5, нам же сказать, что ладья Д4 все-таки. Да, ладья Д4, ферзь Е4, ферзь Е8, конь Е8, да, стоишься без фигуры, так. Хорошо, ферзь Е6, может, Ф3? Ф6, может быть, в этом дело, Ф3, и потом уже Ферзь Е5. Да, Ф3, Ферзь Е5, на самом деле, да. Может, вот это была угроза просто? Да, я совершенно с тобой согласна. Опять же, очень тяжело защищать. Да, уже и клеток нет совершенно, мне кажется, видишь? Ну, с другой стороны, может быть, это небольшое ослабление. Давай посмотрим на Ферзь Е6, Ф3. И последнее, если просто пойти А4, то, наверное, тоже... Ну, А4, тогда ты мне даешь Б4 клетку, нет? Наверное, А4, Ферзь Е4, то есть я так разгружусь. На самом деле... Ну, пока, может быть, я сама ничего не грожу опять, не знаю. Как же бы, в принципе... Грозишь, наверное, уже даже на А4 взять в какой-то уже... А, КОЦЕ5? Ну, там уже, может быть, все развалится, да. Позиция просто начинается развалиться. Мне кажется, Элизабет совершенно верно пошла Ферзь Е7, потому что она, как бы, видимо, не ослабляет уже больше свою позицию. Ну, и что произошло? Ферзь Е7. Конев В8. Ферзь Е7, как пошли белые? Ферзь Е4, Конев В8. Да, ну, пока совершенно как бы нормально. И, кстати, КОНЕ6, да, с идеей, да, с идеей все-таки выменять этого сильного коня, да. И КОНЕ6, КОНЕ6, ЛАДЬЯ Е6, да. Ну, несмотря на то, что даже, понимаешь, позиция... Даже выменяв этого коня, позиция белых все-таки, она... Как бы предпочтительнее все-таки ее легче играть в позиции черных. Видишь, как все ослаблен, король ослаблен, в принципе. В таких позициях очень важно положение короля. Да, все-таки король на Ж2 чувствует себя спокойнее, да, комфортнее, скажем так. Ну, опять же, все-таки материальное равновесие сохранено, но давление, давление все-таки А4. Да, вот как было потихоньку, улучшила позицию своих фигур, перевела Ладью на Б6, потом перевела Ферзь на Т4. Мне кажется, да. Что произошло, мне кажется, немножко... Да. Появится сейчас диаграмма через какое-то время. У нас сегодня технические неполадки, день технических неполадок, возникают проблемы, да, и со звуком, и с электричеством. И вообще стало как-то холодно в Сент-Луисе, и на самом деле даже немножко прохладно в студии, поэтому приходится пить горячий кофе, согреваться. Погода действительно очень сильно изменилась, да, Эльмира, когда ты приехала, было бы даже где-то плюс 15, а сегодня, мне кажется, уже ближе к нулю, и ветер, и дождь. Уже как англичане перешли на погоду, чашки чая. Ну, а то есть амплитуда температурная меня совершенно поразила. То есть я прилетела в Миннеаполис, в котором буквально за день было минус 36, через день стало минус 10, и на следующий день просто, ну, буквально плюс 2. Прилетела в Сент-Луис, было минус 5-6, на следующий день было 15, потом 18. То есть я не совсем готова была. Послушай, давай вернемся, слушай, мне подсказывает к партии Валик Гуниной, потому что мы с тобой остановились в тот момент, когда считали, что сейчас уже все выиграно. Совершенно выиграно, но она пошла в Ферзь-Ц1. А, не Ферзь-Ц2, она пошла в Ферзь-Ц2? Странно, настолько как бы естественно. А почему Ферзь-Ц1? Помнишь, я тебя спросила, есть ли шанс у белых на спасение? Ну, я не знаю. Ну, хорошо, давай, подожди, а что происходит? А, то есть у белых, может быть, есть возможность перевести в такой Эншпель и Конь Ф8, побить на С1, съесть Пшку на Е6. А ну-ка давай посмотрим. Ну, разве как бы держится этот Эншпель? Настолько легко, да. Подожди, да. Поверь, поверь. Ферзь-Ц1? Да. Подожди, а может быть, Конь Е6 сразу? Подожди, возможно, там не масло. Подожди, дай, я гляну. Может быть, просто Яско. Да, Конь Е6 и сохранить это возможно. Если взять это, то тогда, допустим, просто, может быть, или пешкой бьется. Да, и попытаешься соорудить, я не знаю, держится ли такая крепкость. А, Конь Ф4. То есть падает пешка на Д5, Мария Ферзи Ф4, Конь Ф4, Ладя Д1, Ладя Д2, Конь Д5, Ладя Д4, Конь Ф4, и потом Е6. Ну, в принципе, я не совсем еще уверена. Ну, вполне возможно, да. Ничего себе, вот это развязка. Если это действительно то, что сейчас последует, это... Это очень нормальный вариант? Подожди. Давай посмотрим сначала, давай аккуратно. Нет, подожди, не Ферзь С1, то есть Конь Ф8. Конь Ф8. Король Ш8. Король Ш8. Король Ш8, Конь Е6. Конь Е6. Может быть, есть какой-то... Да, давай. Ферзь Х3. Ферзь Х1. Ну, король Ш4. Что происходит? Ферзь Д1. Ну, назад. Да, обратно. А, Ферзь Х5. Вот, подожди, значит, быть может, в этом идем. Ферзь Ф3 теперь. Ага. Да, что происходит? Ферзь Ф3. И мне при Ферзь Ф3, Король Ф3, еще мне удастся пешку защитить. И Конь Е6 защищает пешку на Д4. Быть может, ты эту Валентина видел? Я не знаю. Ну, что-то тут произошло явно. Потому что я действительно после Ферзи А2 мы не видели никакой защиты. Может быть, устала, отключилась. Знаешь, в какой-то момент мозги просто отключаются. Кажется, что любой ход выигрывает. И буквально начинаешь играть рукой. Да. Даже не представляю. Белые пока еще не сделали ход. Я думаю, что Ирина перепроверяет все эти варианты. Скорее всего, да. Она перепроверяет, что происходит на Конь Е8, Конь Е6. Потому что это первая линия, в принципе, мне кажется. И счета, на самом деле, тут не так много уже. Потому что фактически тебя вынуждают делать единственные ходы. Это будет, конечно, очень тяжелый удар для Вали, если она не выиграет эту позицию. Поскольку, конечно же, она прекрасно понимает, что у нее было абсолютно выграно. Она хорошо это понимает. И с другой стороны, я не понимаю. Очень тяжело она играла партией. Не смотря на то, что очень медленно. И, в принципе, достаточно хорошо она играла Метельшпиль. Она просто переиграла Ирину. Здесь Ферзе 2. И просто как ходить? Да, я... В Ферзе 2 ход бросается просто сразу в глаза, на самом-то деле. А что же я... Что же мы, может быть, что-то здесь пропустили? Ну, хорошо. Может быть, Конь в 8, Конь в 6. Еще раз Ладжи 2. Да, Ферзе 2. Конь в 8, допустим. Ну, хорошо, да. Король Ж8. Конь в 6, допустим. Давай посмотрим. Точно здесь висточный и смотрю, что там у Ферзи в 3 где-то. Король Ж4. Мы смотрели, по-моему, Ферзи 2. А если здесь Ферзи в 3? Ну, давай сейчас подумаем. Ферзи в 3. В любом случае, по сравнению с той позицией, мы можем забрать хотя бы пешку на шпицу. Ну, да, и пешка на шпицу. А подожди. Ферзи в 2, Ферзи в 2, да. Нет ли возможности... Подожди, Король Ж4, подожди. Вот поставь Ферзи в 3. Да, вот здесь он стоит на 2. Может быть, есть лучший ход? Да, потому что я... Сейчас, Ферзи в 8, Ферзи в 5. Да, я смотрела Ферзи 2, Ферзи в 3. И Король Ж7. То есть Ферзи в 3, Ладья Ж5. Там Конь в 4. Нет, тоже с момента, да. Ну, как бы Ладья в 5, да, Король Ж4. А может быть, все-таки после Ладья 2 нет? Нет, что было бы? Почему мы не видим? Нет, Ферзи в 2. Потому что я же... Мы какой-то вариант же проверили там? Да, проверили. Ферзи в 2. Нет, Ферзи в 2. Нет, Ферзи в 2. Конь в 8. Король Ж8. Мы Конь в 6. Вот почему-то не досмотрели. Почему мы не досмотрели? Ладья в 2, наверное, да? А! А мы вообще... Мы тоже устали уже. На самом деле, просто отнять возможность защититься. И потом, скорее всего... Понятно, что нет хода ни Ферзи в 4, ни Ферзи в 4. Ферзю нужно, наверное, на Е3. Ферзи в 3. Ферзи в 3. Давай здесь еще посмотрим, поскольку еще какие-то... Может быть, есть какие-то чисто... Чисто технические трудности. Трудности. А технические трудности всегда есть. Может быть, ША? Да, да, конечно. Там даже Ладья Е2 назад... Я думала, Ферзи в 3, знаешь. Ферзи в 2. А, нет, подожди-ка, у нее в 4. Подожди. А Ладья Е2? Ладья Е2 тогда... А, Ладья Е4. А, Ладья Е4, да, конечно. Да, Ладья Е4. Просто нельзя идти на Ферзи в 3. Подожди. Мы должны как-то забытывать этого короля. Женские шахматы продолжаются. Король в 5, король в 6 и ставят мат уже белые, да. Видишь, какая у меня уже идея повесла. Навернемся назад. Подожди, а как мы пошли? Король в 8. Конечно, вот здесь еще раз посмотрим. Нет, подожди, Ладья Е2, хоть мне нравится. Нет, подожди. Сейчас, Ладья Е2. Да, Ладья Е2, мне нравится. Да, Ферзи в 3. То есть надо все-таки определенно. ЦНВА есть еще? А, пока так он не в 4. А, так, можно быть, перейти в Эйншпель уже тут, Ферзи в 2. Конечно, так не хочется, если я сейчас сейчас мат поставлю. Давай, давай, с начала Ферзи в 2, Ферзи в 2, ну, если Ферзи в 2, так, ну, и приконивши, и потом мы король в 7 заберем. Мне кажется, вот этот Эйншпель, может, уже выигран. Хорошо, давай не Вэйншпель будем, давай посмотрим. На самом деле, хотя бы есть такая возможность, она намного лучше той, у которой стоит. Да, давай посмотрим, а тут какая-то есть, ну, Ферзи в 2 пойдем. Ферзи в 2, еще раз, допустим. А, все-таки, да, да. А что, подожди, теперь Ферзи в 5 все уже. Да, Ж4, да. Ну, как бывает, тогда Король Ж4, Ладья Е2. Давай покажем, Ферзи в 5, и если Ж4. Нет, тут тогда коня просто забираешь, да. А, конечно. Ж4 возможности, Ж4, Ж4, Ладья Е2, вот и все. Покажем, показ. Ну, я люблю, мат надо сфер. Нет, я имею в виду, да, хорошо, что еще мы там видим переход в Эйншпель, выигранный, да. На Ферзи в 2 на самом деле ход, быть может, вот этот ход она не заметила, потому что Ладья Е2, вот это именно перестановка, она на самом деле совершенно не очевидна. Ладья Е2 в начале, а потом 2, как это было. Потому что мы совершенно не проверили взятие. Не проверили, да, мы посмотрели, что там должно быть выигранное. Да, вот эта вот перестановка, на самом деле Ладья Е2 и Ферзи в 2, да, она не оставляет просто никаких шансов, и скорее всего Валентина из-за этого, ну, она не заметила. А в парте, конечно же, произошло то, что мы думали, было взятие и Кони-6. И сейчас вот, да, и... Ну, теперь я не вижу, как, если переходить, видишь, теперь уже переход в Эйншпель не получается, потому что ты... А возможно ли вообще даже, ну, совершенно безумный ход на Ферзи в 4 сделать как Ж в 4, потом поставить в 5 и держать вот эту стойку? Вот это тоже, кстати, может и этот, возможно, вариант. Ну, я не знаю. Это же, может, королем прийти. Ну, как бы Кони в 4, Кони в 5 настолько, мне кажется... Вот так? Да, я вот подумала, вот что это за интересная позиция, да, я не знаю, как бы, ну, Ладеев 2, чисто логическое, король Ж в 4, да? Да, как это все. И я смотрела король Е7, тогда обратно, ну, Кони в 4, в принципе. А на Ж7 там можно съесть? А, даже на Ж7, да. Ну, да. Сейчас нельзя, кстати. Можно. Нет, очень красиво. Давай покажем все равно, что на зрителе, потому что я в 6. Да, я в 6. Какая странная позиция, на самом деле, возникает. И вот, видишь, может быть, даже ЖФ и вот с этой идеей Ф5 просто отфиксировать. Это короче невозможно. И Кони на Е6 защищает пешку на Д4. То есть я не вижу, в принципе, как проходить. Может быть, Ладея... Как пешки, Ладея Ж2. И обойти как-то королем тоже, мне кажется, опасно. Все-таки пешка на Ж7 всегда будет висеть, да. Вот такой статок, ну, Ладея Ф1, да? Допустим. Да, все-таки ход нужно сделать. Ладея Ф1, Кони Ф4. Сколько еще и самому не проиграть? Да, конечно, но если увлечься, да. Ну, подожди, знаешь, нет, подожди. У меня Ладея Ф1. Может быть, есть ли какая-то идея с Ладея Е1, Ладея Е4? Вот так переставиться, знаешь? Ну, тогда ты уже не цепляешься к пешке. Тогда я буду просто ходить. Король Ж3. То есть, допустим, вернемся, да? Да, вот это... Подожди, Ладея Е4, Король Ж3 и какой-то ход, например, Король Ж8. Допустим. Подожди, видишь... Может быть, когда Король Ж3? Да. Мы не пускаем на поле Ж4, Ладея Е4. Может быть, не стоит, конечно. Но просто ради интереса, в принципе, сколько бывает интересных идей в шахматных позициях, потому что я не вижу, на самом деле. Знаешь, это, конечно, типичный пример... Король Ж3, Король Ж3, да. Типичный пример того, насколько нельзя расслабляться ни в один момент. И я не думаю, что это, конечно, тот случай, когда Валентина расслабилась. Но вот один ход может полностью упустить... Ну, просто кардинально изменить оценку позиции. Я думаю, что она устала, наверное, просто. Подожди, а что происходит? Тут опять что-то... Опять что-то пометелось? Я не знаю. Я уже просто не понимаю, что происходит. Я не совсем уверена. Мне кажется, просто думает Валя теперь после Кони 6. Вот она задумывалась над этой позиции. Ферзь по-прежнему стоит на С1. Видишь, у меня просто нет шахматной партии. Сейчас я... Кони 6, да. Теперь у меня... У меня совсем была другая позиция. Кони 6, да. И что? К чему же мы пришли? То есть Ферзь Х1, Король Ж4, Ферзь Д1, Ферзь Ф3, да? И, быть может, это уже самая последняя редакция, выгодная. Я предлагаю еще взглянуть одним буквально глазком на партию Хатенашвили Элизабет Пэтс, потому что к нам должна прийти еще Александр Костенюк из чемпионка мира и рассказать о том, что сегодня произошло в их партии с Анной Затонских. Я думаю, что прекрасная возможность узнать на самом деле, что было в этом дебюте. Заготовлено. Да, что там было заготовлено. Потому что у нас все наши вот эти мысли... Да, подожди. На самом деле, Бэлла просто прекрасно провела эту стадию партии. И в Цейтноте она очень хорошо играла. И Ферзь Вейн... То есть она... И... Переход Дайн, и Переход Ферзь Вейншпиль. В принципе, вот Элли, наверное, ослабила. Она пошла А4. Может быть, это была решающая ошибка, потому что, как бы, у последних уже очень много клеток. И Б4, и сама пешка висит. То есть на А4, да. То есть она сделала тот слабый ход, который я предлагала, и тот, который ты объяснила, почему делать не нужно. Ну, да, но, к сожалению, тяжело порицать. Тяжело вообще. У меня рука не подняется порицать никого за такие ходы. Потому что очень тяжело защищаться в таких позициях. Посмотри, в принципе. Слабые черные поля. Белый постоянно, как бы, присматривается к пешке С6. У черных столько слабостей. А вроде бы, как бы, в принципе, после выхода из дебюта и после размена пешечной структуры, ну, после размена пешек в центре, кажется, что у... Ну, это такая оптическая иллюзия, да, проходная у черных на Д5. Но на самом деле, вот эта структура Д5-С6, вот именно в этот момент, фиксированная пешкой С5, она очень выгодна белым. У них, как бы, гораздо и пространство больше, и у черных настолько слабые белые поля, что, мне кажется, эту стадию партии Белла провела просто безукоризненно. Может быть, стоит объяснить, почему черные в итоге отдали эту пешку, на А4 перешли, ферзи в Эшпин. Вот здесь после хода Ладья... Пошла Ладья Б8. Я думаю, погрозила просто, наверное, уже Ферзи в 6, если я не ошибаюсь. То есть, допустим, сейчас висит на А4, если пойти Ладья А8, ну, допустим, попытаться защитить эту пешку, наверное, после Ферзи в 6 или какого-то другого хода. В принципе, мне кажется, белые могли себе позволить, да, и Ферзи в 6, и... Как после Ферзи в 6 еще, может быть, держится Ладья С8, или тогда, может быть, Ладья А6, конечно, подожди, Ладья А8. Да, Ладья А6, да, вот еще Ладья С8, Ладья А6. Да, Ладья А6, я как раз об этом говорила, но я думаю, можно ли как-то это использовать. Как-то перекупривалась. Да, но Ладья, опять же, привязана к защите пешки С6, то есть пока полезно. То есть, пешка А4, в принципе, она была причина, да, мне кажется. То есть, может, она, да, тоже попыталась... Ферзи в Эйншпиль, на самом деле, он проигран, но очень часто, как бы, после теплицы такая надежда при переходе в Ферзи в Эйншпиль, что удастся найти, порой иногда бывает, без двух-трех пешек вечный шаг. То есть, это хороший практический шанс, на самом деле. Такой бастион пешечный, H4, G3, F2, совершенно не позволяет даже надеяться на какой-то вечный шаг. И вот Белла как бы провела этот план с H5. Да, мне очень понравилось. Очень хороший план, да? Вторую слабость, как она называется, создает. Создает, действительно. И после H6 я даже не вижу, ну что же делать. Ферзь Д3, что происходит на Ферзь Д3? Ну, сейчас угроза, это пойти Ферзь G7, наверное, забрать после эту пешку и провести свою. Конечно же. А, на Ферзь Д3, может, просто тогда уже опять, да? Ферзь F3, может, просто поменяться. А, на Ферзь Д3, а, там, подожди. Нет, это... Да, Ферзь Д3, Ферзь F3. Я не знаю, я хочу посмотреть этот пешечный Эйншпиль, у нас все-таки отдаленно. Да, да, опять. Но тут защищенный. А, пойдет тогда пешка Эйншпиль, все, наверное, все-таки выиграл. Я просто уже... Перепроверяю себя. Этот Эйншпиль выиграл. Да, давай, посмотрим. Король Е5. Ну, да, это уже отчаянный такой ход. Потому что ситуация очень тяжелая. Что делать на Ферзь G7? Куда он? Король Е5. Может, она пытается... Ферзь G7, король Е4, Ферзь H7. Давай посмотрим. Ферзь G7. Да, давай. Король Е4, Ферзь H7, да? Ну, что, взять пешку на А4, наверное, все-таки. Скажем, надо, да. Ферзь G7, ну, самый простой ход, может, может, Ферзь G7. И А4, допустим, да, попытаться... Я думаю, может быть, нюанс какой-то нет. Через Ферзь G7 дать шаг, не знаю, надо подумать, да? Допустим, Ферзь G7. Куда? Мне просто нравился, знаешь, чем Ферзь G7, что иногда там F3 каких-то вариантов, когда Ферзь G7, шаг, F3. Нет, может быть, даже Ферзь G7 лучше, сохраняя, возможно, Ферзь G7, нет, нет, но Ферзь G7 мне больше нравится. Что-то Ферзь G7, да. Король Е4, допустим. Ножи G7. А, тогда совсем плохо, допустим, тогда куда королю идти? Нет, Ножи 5, ну тогда Ферзь G7. А, нет, подожди, Ферзь G7, Ферзь G4, Ферзь G7, ну, подожди, да. А, вот Ферзь G7. Ну, хорошо, подожди, Ферзь G4, давай я пойду, король G3. А, Ферзь G4, подожди. Видишь, что? Не, мы смотрим просто, ну, хорошо, Ферзь G4, коррекция. Вот именно то, о чем говорила Эльмира, что можно в какой-то момент попытаться за счет активной игры найти какой-то вечный шаг. Это такое частое явление в этих Ферзь G7. Подожди, подожди, нет, ну, как вообще. Я попалась, как наивная овечка. Подожди, подожди, я уже тоже очень устала. Тогда все-таки, нет, а на Ферзь G7 тоже мне не нравилось. То есть там, ну, мне кажется, сохранялось, то есть, ну, при король G4 я хотела все-таки пойти в Ферзь G3, при этом. Но на Ферзь G7 я, может быть, король G5. Король G5, да. Да, давай, по-смой. А, тогда Ферзь G7. Вот, подожди, Ферзь G7, да. Да, Ферзь G7. Ну, куда теперь? Первичного шага не будет. Куда? Ну, не знаю, на F4 попытаться. На F4 тогда, да, скорее всего, просто при H7, Ферзь G4 у меня ход король H2 появляется, и все. А, и все. Нет вообще ни одного шага. То есть я просто покажу H7, Ферзь G4, и просто такой холоднокровный ход король H2. Да. И H8 следующим ходом. Да, я убежала. Давай, может быть, вернемся к парте Александра Костенек. Может быть, она нам уделит пару минут в интервью. Мы вернемся, да, наверное, сейчас в студии, и Александра Костенек нам расскажет немножко о своей партии, да, и дебютном выборе. Буквально через несколько секунд будем опять с вами. Не уходите. Буквально через несколько секунд, и все. Продолжение следует... ...an unbelievable preciseness and beauty to the things that occur on the chessboard. I want to wish you congratulations, happy birthday, 10th anniversary, and wishing you another happy 10 years to come. Happy 10th anniversary to the St. Louis Chess Club and Scholastic Center. May there be many more. I want to congratulate the Chess Club of St. Louis on 10 years and hopefully many more in a very bright future and a lot of success ahead. Thanks for a great first 10 years and I hope I'll continue to be playing here for the next 10 years and a couple more decades after that. I think that without the St. Louis Chess Club, Chess in the United States won't really be the same. I would like to say thank you to Jeannie and Rex for all they've done. The sort of generosity of spirit they have is something special and I'm very grateful to them. It would not be an exaggeration to say that the Chess Club and Scholastic Center of St. Louis changed my life. And I'm very grateful for everything it's done for me and for Chess here in the U.S. and around the world. It's been a wonderful ride. You've done so much for Chess. Thank you so much. I'm eminently grateful for what you've done for this game and we're looking forward to the next 10 years. And I wish everyone to continue having this amazing fun for the next, I don't know, century or so. All right. I'm really thankful to everyone here who has helped me at the club. Tony Rich, Joy Bray and of course Rex and Jeannie Singfield. So many great events have happened over these past 10 years that I've been involved in and I'm looking forward to everything that will happen in the next 10 years as well. So, to the future. Добро пожаловать в нашу студию. С нами Александра Костенюк. Александра, у вас сегодня была совершенно какая-то необычная дебютная стадия партии. Расскажи нам немного. У меня бушная была бы, да, если бы король сделала на G1, молодёй на F1, но вот не получилось. Ну, не знаю, по словам бы, 4 ход мне был неизвестен, к сожалению. А, ну ты знаешь, на самом деле, как бы, мне кажется, что это сильнейший ход в позиции. Я знаю, мне уже рассказали. Уже я в курсе, но, к сожалению, во время партии я в курсе не была. Но на самом-то деле мы анализировали во время партии как бы тоже и думали, быть может, Аня Затонских знакома была с этим вариантом. Может, надо у неё спросить, я не знаю. Ну, слон B4, видимо, сильный ход, потому что здесь, ну, как бы, или ходить король F1. Ход, конечно, который делать не хочется, потому что хочется нормально рокироваться. Но после конь D2 просто иначе всё очень меняется. Всё равно думала так пойти и здесь пойти король F1. Ну, не знаю, что-то не поверила я в такой... Да, это напоминает очень сильно разменную французскую. Ну, естественно, русская партия очень часто переходит в разменную французскую. Не хочется совершенно, я поняла. Король F1, да, ну, я решила... Да, если он сильнейший для того, чтобы как бы уравнять, тогда... Сохраняется. Нет, это как бы сохраняется фигура. Ну, не знаю, слон B3, может быть, не точно, ну, не знаю. Ну, давай, просто по ходу партии, да. По ходу партии, ну, она всё правильно, видимо, пошла. Слон F5 сильный очень ход. Я сначала обрадовалась. Ну, он в духе позиции, не, на самом деле, кажется, в духе позиции. Ну, я понимаю, но всё равно очень страшно делать такие ходы в духе позиции. Тут много ходов в духе позиции, но сначала я обрадовалась, что я здесь получаю преимущество. Ну, да, просто F6 и как-то ничего я не видела. Ферзь E4, ну, тут тоже, да, как-то надо смотреть какие-то размены. Слон F4, но тоже, видимо, ничего особо нету. Там может даже рокироваться. Или съесть, съесть, наверное, сначала, да, Слон F3, GF и рокироваться. Мне кажется, это совершенно верно. Пошла с LUNE 3. Слон F3 может быть верно, но потом, конечно, ужасно. Вот здесь вот не понравился, хоть куни F3, да? Мне тоже не понравился. Нет, куни F3, да. Ну, понятно, но как ходить, вопрос. Всё очень хорошо, но ходы-то делать надо. Мне напоминало немножко вот эту скандинавскую партию, где сейчас постоянно там с опять-то... Конечно, фигуры не должны идти назад, но... Может, аж три? Ну, я понимаю, что компьютер показывает H3. А, нет, у меня в этой стадии даже не было, да? Проблема в том, что, да, видимо, H3, потом G3, и король G2, да, пытаться? Я не совсем понимаю, да, нужно как-то, да, перестраивать. Ну, так, видимо, надо было. Мне что-то показалось, что медленно, но тем не менее, так ходить надо было. А из-за чего? То есть, я думаю, ты рассматривала... Нет, я именно, ты рассматривала вместо коня F3, H3, ты рассматривала, или... Ну, рассматривала, но думала, там, не знаю, слон D6... Слон D6, конь D7, то есть не понравилось тебе. Ну, мне показалось, что очень медленно, у меня тут ничего нет, но вопрос, наверное, у меня просто здесь, в принципе, ничего нет. Но после H3, наверное, какая-то такая позиция сложная сохраняется, да? А после кони F3 мне просто хуже, наверное, уже. Да, скорее всего, F4, там она просто могла отдать пешку. Это не вопрос в худшеншпиль. Нет, это получился, да, получился худшеншпиль. С6 слабый ход очень. Конь C6, наверное, просто уже там на победу черные как-то могут играть с королем на F1. Я так из дебюта и не вышла, я не знаю, тут очень-очень опасно. Или там владят C8. С6 я уже обрадовалась, потому что я тут понимала, что конь F3, F4, это уже такие тревожные звоночки, и надо срочно уравнивать как-то, пытаться. И поэтому F5 для меня за счастье было. Ну, с другой стороны, я понимала, что у меня все еще чуть хуже, потому что король не... То есть ты переключилась уже, да? Я переключилась давно, но... На самосохранение. Тут я выбирала из двух планов. Ну, то есть хотелось пойти, конечно, просто B3, да, там конь C5, слон C2, и на ладья D8 пойти король Е2. Может быть. Но я решила, что вот с конем на D4 так интересней, потому что я все хотела где-то перехватить. Мне казалось, что здесь именно на ладья FD8 мне ход не понравился. Мне казалось, что ладья D8 намного сильнее, потому что, ну, F6 где-то, на коне E6, F, да, там иногда бывают идеи. То есть ладья FD8, мне кажется, уже вообще снимает все вопросы о преимуществе черных. Быть может, она сохраняла возможность, я не знаю, там как-то и девица, а 5, и 4, больше, которые буквально дополняются, конечно же. Да, но здесь, как бы, мне кажется, намного важнее идея со вскрытием линеев, да, так как у меня король на F1 тут все находится до сих пор. Ну и здесь, я не знаю, тут уже времени, как бы, почему-то оказалось очень мало, и я пошла F4, но я зевнула просто. Здесь я собиралась ходить, конь E6, слон E6, слон C4, ну и вдруг увидела, что ладья H1, ладья H1, конь F4. Ну и я тут очень долго пыталась считать, ну, слоны все, может быть. Ну, слоны все, мне этот эндшпиль как раз не нравился, потому что пешка я отыгрываю, но вот остаюсь с этой пешкой, и у нее просто лучше, поэтому я решила, что такой есть ход, но здесь я не совсем уравниваю. То есть я пока без двух, одно отыгрываю, ну, то есть я как-то вот здесь, я понимала, что, скорее всего, ничья, но, видимо, все-таки точнее всего было пойти ладья H1, ладья H4, ну, любого слона, да, но мне кажется, все-таки белый он опаснее. То есть перейти владельно, да. Почему я сюда не пошла, не могу понять. Испугалась король F8, может быть, но тут ладья H7. Я не знаю, почему я сюда не пошла, потому что вот этот эндшпиль, но я пока без пешки, но я угрожаю ладья H8, да, и я угрожаю ладья H7, то есть пешку я отыгрываю, чего я испугалась. Может быть, забыла просто про ладья H7. Нет, не забыла, ладья H8, может быть, забыла. Нет, при короле F8 забыла, что ладья H7. Да, мне кажется, тут даже без этого, ну, слон Е3. Да, слон Е3, конечно, да, хоть естественно, но все-таки. Ладья H7 сильнее, да, ну, то есть явно надо было идти на этот вариант и делать ничью. Ну, пошла слон F3, ход не нравился мне, но здесь тоже вот ужас. Просто минуты на часах, и не успела я досчитать. Понимала, что надо ходить ладья D1, пешку что-то давать страшно. Но черным, видимо, просто ее брать нельзя. Мне показалось, что здесь она ходит А5, но и А4. А выходит король D4? Нет, не выходит, как-то дело, но тут уже не хватало времени продлить. Да, и... И, в общем, да. Вот эти две укушенные возможности сыграть нормальную шахту. На самом деле, да, очень много было сложных вариантов этой партии. И последнюю я видела, я наблюдала за этим, за секундной стадии партии на экране. Что-то меня, мушка куда-то, нечего страшного. Да, но они уже здесь-то у меня уже кто-то. На последних секундах я видела, что руки уже тряслись, да. Не знаю, там просто, да, как бы... В какой-то момент, я не знаю, мне очень понравилась эта, ну, чисто такая динамическая защита. Нет, ну она ошиблась, я думаю, она могла пойти FG, просто не могу показать. Да. После G6 FG, FG? Да, FG, да, мне понравилось это взять, конечно, но... Ну, опять же, тоже... Было бы очень тревожно, я думаю, после FG. Но после HG, опять же, позиция, наверное, остается неприятной, но у меня какая-то контр-игра, и король на G5 внезапно это сила, да? Ну, конечно. Может быть такое, что... С другой стороны, твоя соперница все-таки последние 20 ходов играет все-таки буквально с 30 секунд. У меня меньше было времени всю партию. Ну, то есть весь цветнот у меня был меньше времени. Нет, цветнот, да, но у нее осталось, как ты продумала, уже в последней стадии партии, но как бы у нее тоже было очень мало времени, напряжение все-таки сказывается. Намного больше у нее было времени, чем у меня. Ну, то есть я делала пару раз на 5 секунд, но тут в том плане, что у нее позиция намного приятнее, она вряд ли может что-то зевнуть, да, тут цена хода намного более тяжелее. Ну что, тогда поздравляю с чудесным спасением, да. Сами создали проблемы, сами же их решили чудесным образом. Ничего страшного, да, отдыхай, да, и до завтра. Да, спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 В какие моменты? Сейчас перейдем к позиции, которую мы не раз показывали с Эльмира Скрипченко. И вот мы снова в студии. Вместо Эльмира Скрипченко у нас Белла Хакунашвили, которая только что обыграла Элизабет Пэтс. Здравствуй, Белла. Добро пожаловать к нам. Впервые ты у нас в студии. И, конечно же, до того посмотрим партию, расскажи о своих впечатлениях, о турнире, о том, как тебе здесь играется. Ну, что скажешь. Конечно, я здесь с Урала. Я очень рада, что меня пригласили. Я уже давно насыграла, такой сильно удобный. Так что, да, очень важно для меня. Соревнования, да, и сегодня получилась такая интересная партия. Мы сегодня долго анализировали. И, я не знаю, допустим, какого момента бы ты хотела о ней поговорить. То есть, выбор дебюта тоже, где было явно, что Эль выбирает, какую из схемы играть. И в какой-то момент она решила пойти на вот эту вот А6. Эль выбирает, что ты знала, что ты знала в этот момент? Или это для тебя было все довольно новое? Да, это все было довольно новое. Я не ожидала после А6, что она играла Ладзия 8. Я думала, может быть, сложить 4, потом еще СП-5, не знаю. Как-то так. После Ладзия 8, я должна играть 4. Да, только в парте получилось. В 5, Ладзия, на Коне 5. Да, вот еще первый вопрос, когда она пришла Коне 7, не рассматривала ли ты возможность поставить в 4? Да, конечно, я смотрела в 4, но мне понравилось, Коне 5. Мне понравилось, да, Коне 5, Эльфия. Потом кто-то ФС. Сразу или? Может, сначала Кондес 7. А, хорошо, Кондес 7. Здесь Е4, не знаю. Е4, может. Е4, да, может быть. Ну, как-то ФС. Мне показалось просто, что раз она пошла Ладзия 8, как-то увела уже в эту сленевую. Я тоже сначала так думала, но потом... Да, как-то не понравилось. Я еще Кондес 3 смотрела, СС. А, вместо Кондес 7. И Кондес 3 тоже смотрела. Бьет С4, да, пачка. Да, да, понятно. А потом Кондес 5, я смотрела, бьет, бьет. Бьет, да. Кондес 5. Кондес 5. Дице. И ФС опять. Я не знаю, там, еще или нет. Ну, если я... Предпочла все-таки помять Кондес 7? Вот, допустим, мы сейчас немножко посмотрим. Да, вот здесь ход слона 1, явно против. Да, БЦ. ЦВЦ. Здесь столько возможностей на каждом ходу, на самом деле. То есть ты как бы стремилась все-таки к позиции более закрытой. С С5? Да, я хотела и 4 играть с кем-цетом, чтобы этот центр захватить. Мы как бы думали о том, что, может быть, раз стоит уже, владя на С1, ты хочешь побить на Д5 и как-то использовать Коня 4, поле С5. Рассматривали ты этот вариант? Да, я тоже рассматривала. Она тоже есть в комбе 6, потом в комбе 4. Поэтому я С5 знала, чтобы С6 остался. Слабость-то, да? Что ты можешь сказать про этот план, который провели черный? То есть неужели вся вот эта стратегия была неверной или где-то потом была ошибка сделана? Мне не понравилось F5. Я не думаю, что это большая ошибка, но как-то ослабляет королев. Я думала, Солнце-4. Солнце-4, так. Ну, если Е4, тогда Е5. Е5. Черный, есть такая возможность. Да. не знаю, как бы... Тебе, наверное, пришлось тоже ходить в С2? Нет? Или здесь это немножко уже другая история после Солнца-4? Ну, что все равно надо ходить. Менять этих слонов? Да. Что-то не может менять, потом и 5. Пытаться? Да. Поэтому, может быть, Е5 пошла, чтобы, конечно же, против Е4. Е4, да. Вот здесь вот интересно. Там у нас несколько фигур. как ты думаешь, в какой момент где-то что-то пошло не так в черных? То есть, кажется, вроде бы они делали правильные вещи, хотели провести Е5, поменяли слонов чернопольных, но... Да, я думаю, что даже когда остались только Ферзи и Лати, там ученых нормально. Просто надо играть с более активным. В какой момент? То есть, допустим, может быть, ты подскажешь? Когда молодея... То есть, уже когда разменялись, да? Когда молодея стоит на Е4. Да. Вот здесь поменяли, допустим, коней. Теплятся. Да. Когда молодея на Е4 еще? Нет, нет. Вот здесь? Тоже. Так, так. Вот здесь 1, на Е4, ладея на Е6. Я точно не помню, с Е7 или где-то я думала Ферзи 5. Ферзи 5, да? Да. Хорошо. И если взять на Е6? Позже. Может быть, может быть. Хорошо, сейчас посмотрим, в какой момент. Ладея 8. Ладея 4. Да, с Е7. Вернуться на Е4? Или как? Или сразу ладея... И ферзи 5. Не знаю, было там. Ферзи 5, да? Попробуй вспомнить, может быть. Ага, она убежала туда сейчас. Вот. с Е7. Я смотрела, я не знаю, если этот HPV гранит для бета. Пойти в владельник? Да. Что-то такое я смотрела. Не так просто, получается, где-то на 2 уже висит. Ну, даже если будет лишняя пешка, может быть, все-таки шансы выше, чем ферзя. Здесь можно еще F8 пойти. И если F4, F4, F7. Активный. Не знаю, F4. Может, F4 назад защитить пешку на F2. Допустим, шаг, G1. Ну да, аккуратно играть. Владя по 1, наверное, да, возвращаться приходите. Пешки нет, но какая-то активность есть. По словам первосам, я думаю, что да, уже по экрану. Очень трудно, чтобы задержаться. Потому что F4 стоит очень сильно на D4. И черных нету никакой контр игры. Ну да, здесь ты уже, кажется, четко видела, что я избежала всех вечных шагов. То есть, кажется, уже надежды не оставалось. Довольна ли ты своим результатом на данный момент? Ну да, сегодня да. Вчера я плохо играла, поэтому это было важно, чтобы играть сегодня. Как-то восстановиться. Ты уже три дня здесь, наверное, жить больше, чем три дня. То есть ты переехала за несколько дней до начала турнира. И вы с Наной, я видела, дали сеанс девочкам местных в клубе. Какие твои впечатления? Ну, мне очень нравится этот клуб. Все, что они делают для шахмата. Особенно для девочки. Как-то по-другому они делают. Особенно на них это женский шахмат. Чтобы нашли новые игроки и все такое. Это круто. Это действительно здорово. Огромное спасибо, что ты пришла и поделилась своими мыслями. Показала нам интересные варианты. И желаю тебе удачи в следующих турах. Приходи к нам. Спасибо. Мы вернемся буквально через несколько секунд. И сейчас Эльмира Скрипченко вернется ко мне. В это время мы смотрим на последнюю партию, которая осталась. У нас в турнире. То есть по-прежнему Валентина Гудина пытается найти какие-то шансы в Эншпиле с Ириной Краш. На самом деле у обоих участниц опять осталось мало совсем времени. И больше добавлений кроме 30 секунд заход не будет. И они играют на последних секундах. Да. И помнишь, что я предложила вариант G5. То есть он и случился во время. То есть G5. А G6. Как было сыграно в результате? Влади H4? Да, G5, да. А G6 Влади H4, да. А то есть она даже не хотела с темпом взять король G5. Что это меняло в принципе как бы. Да, то есть ты имеешь в виду вот здесь король G5. Ну да, Влади H4. Давай посмотрим Влади H4. Ну то есть она взяла на G5, но позже, да? Позже, да? Странно. А, может быть, я обогнал. Я не совсем понимаю, да, что происходит. Может быть, чтобы не было шаха где-то по линии. Да, но все равно пешку на G5 в любом случае нам придется взять как бы. Она выгнала Влади с линии H. Да. Как бы и после этого. А, ну просто Ирина на самом деле задумала такую идею с король G6. И перекрышка просто король H5, да? Конь H5, да? На самом-то деле, да. И как бы она решилась так. Ну при король G5 в принципе как была эта идея была, наверное, сохранена. Не знаю. Ну давай посмотрим, да, в принципе. Что же было сыграно в результате? Владя А4. Владя А4, да, Владя возвращается на король G5. То есть на последнюю. А, и что теперь? Тут бы хоть не проиграть бы черным. Там где-то можно... Нет, ну аж 7, да. Нет, давай покажем этот момент. То есть, да, если король G6 с угрозой, я не знаю, если Владя просто ушла по линии... Ну G4, нет, давай все-таки сделаем, да, естественно. Более активно, да. Ты ходишь 5, и H7. И пешка просто сама... Подожди. Нет, подожди, G3. G3? Заходите? Нет, тогда такой G3 еще и конь F5 грозит. А на самом деле... Не, ну как-то тут уже все-таки Владя А6, король А6, король Е6. Ничего я сделаю. То есть я все-таки отдам, да, последних. Владя А6. Последние силы, да, и король Е6. Ну, найдешь. Все-таки, наверное, проиграть позицию черную, как бы не хотелось, но не удастся, да. Ну H7, вот мне нравится ход... Сейчас король F7, конь F5, наверное, да. Сейчас, да, вот Владя А4. Король Е6. Почему король Е6? H7? А еще было в парте, да, уже H7? Да, H7. Нет, они забрали, да, на G5. То есть вот тут H7, но я не совсем... Король Е6, что происходит? D4, а, то есть D4, Е6, и король Е7, конь F5, и конь F6. А, может быть, она хочет просто отдать пешку с идеей Е6, Е7, конь F5, и конь D4. То есть так. Давай посмотрим, Е6 вот сейчас. Да, Е6, скажем, король F6, Е7, король Е7. Ну, может быть, король F5, пешку здесь, король F4. Куда теперь? Король F7, наверное, все-таки... Ага, получше. Да, чтобы сохранить возможность шаха, ладья, 6, король G7. Но, с другой стороны, они будут играть, если им даст, может быть, ненужная память. Ладья и конь. Да, ладья и конь против... Интересно. Ладья против коня, да, видишь, что... К чему стремится Валентину? Помучить еще Ирину. Ну, видишь, да, они идут, на самом деле, к этому менеджу. Я думаю, что Валя просто ждет, когда российские телезрители проснутся, и наконец-то посмотрят к окончании этой партии. Нет, а подожди, что происходит? То есть, Е6, король F6. Ну, давай посмотрим. Е7, то есть, вариант, который я предложила. Да? Да. Хорошо. Король E7, да? Конь F5. Да, король E7. Конь F5. Да, король E7, я предложила, да? Да. Король E7. Что происходит теперь? Бьем. Ну, я, в принципе... Ради этого... Ради этого... Ну, как бы давай ладья А6. Да. Что делать? Король E7. Король E7. Все. Как бы пешку съели и... И пешку будем окончать. Может быть, не надо? Не знаю. Возможно, как-то это не отдать. Но они, в принципе, уже пришли к этой позиции, по-моему, да? Конь F5, король F7. Да. Пришли они уже? Нет, они по-другому. Все-таки она, может быть, решила не отдавать эту пешку? Пока. Нет, они сыграли Е6, король F6. Да. И Ирина думает. Нет, она пошла, получается, конь F5. Ну, ты знаешь, вот в такой критической стадии партия, на самом деле, все не так просто. Я же думаю, ну, возможен же зевок на нервах совершенно. А, если король E6, король G7, что ли? Конь H5, ты имеешь в виду... Это то, что... Подожди. Король E6. Король E6, король G7. А, да. Конь контролирует D3, конь F4, да? Сейчас. Хорошо. А конь H5, хорошо. А если король E5? Подожди, да я посмотрю вообще, как было сыграно в партии. Я уже не успеваю следить. В партии стоит именно вот эта позиция, которая сейчас у нас на диаграмме. А, стоит партия конь H5, король E6, король G7? Да. То есть сейчас, если черные пойдут D3, то есть... Да. И тут уже нет короля F7, да? В принципе, как бы... Съели эту пешку даже. Подожди. А, подожди, подожди. Съели пешку. Просто там ша, хлади A7, король G8. Я думала, если король G6, там, ну, конь E5 шах появляется. Это в каком моменте? Ну, смотри, конь F4. А сейчас ход черный. Нет? А, D3, вот они и пошли, кстати. Да, D3, конь F4, король F5, конь D3, ладя A7 шах. А, нет. Ну, в принципе, может даже и король A6 пойти, наверное, в принципе. Ладя A7. Ну, а я смотрела просто ладя A7, король G8, да, король G6. Ну, там есть и конь F5, ну, есть 8 конь. Ну, я подумала, может быть, это особо не спасает. И два коня. Два коня все-таки есть. Да, все-таки не удастся мне замотывать, то есть уже с двумя конями. На самом деле Ирина тогда выбрала самый простейший способ. Делать ничего. Да, делать ничего, потому что не нужно было ей играть с конем против лади, потому что я думаю, что это закончилось до сих пор. Особенно после. Подожди, подожди, смотри. То есть Валентина не пошла D3, она пошла король F5. Мне кажется, сейчас закончится партия. Ну, сейчас просто да, конь Е2, король Е3, конь D4. Это будет очень красиво. Да. На самом деле. Как все-таки играется в женском супер-турнере. И вот так должно завершиться партия. Ну, вот этим, я думаю, закончится партия. Она хочет продолжить мучения. Не хочет, Валя, закачивать эту партию. Да. Ну, хорошо. На H8, я думаю, сделает. Ничего нет? Все-таки. Ну, что? Давай еще раз. Конь D4, правильно? Нет, подожди, нет. H8. А, H8. Да, ладя H8. Король H8. D3, конь C3 все-таки. Да? И король в квадрате. Там король успевает. Там, в принципе, конь всегда шаг как бы будет сдавать. Он всегда как бы основывает эту пешку. Да. Я думаю, что даже на 30 секундах, в принципе, это достаточно легко. Да, все-таки поставил ферзя. Да, сообразить. То есть тот самый сильный ход. На самом деле, я даже сама, когда наблюдала за партиями, я просто восхищалась. Вот. Видео с записью, камерами. Это же позволяет все-таки следить за эмоциями. Насколько редко в шахматных турнирах такой, ну, видеодиспозитив, в принципе, существует, который позволяет нам следить и за эмоциями, и за цит-нотами, и буквально за секундами. Сейчас будет, конечно, тоже вот интересный этот момент. Уже Ирина так посмотрела на Валю, и, видимо, с мысль о том, что она как-то предложит ничего, но Валя продолжает играть, и поэтому… Изыскивает, изыскивает ошибку соперник. Да. Ну, что тут делать уже? Ну, это скоро, думаю, последует соглашение. Вот, все. Пожали руки. Ну, в принципе… Большое разочарование. Да, разочарование, конечно, велико, я думаю, для Валентина. Ну, что делать? Это шахматы. Она могла бы быть сейчас лидером. И, в принципе, ну, такой вариант, он легко может скользнуть от нашего внимания. Ладья Ф2, ФС2 – не самый простой вариант, в принципе. Обратите внимание, у нас сейчас на экране результаты сегодняшних. Что же произошло сегодня? Сегодня все получилось с точностью за наоборот. У нас четыре ничьи, и ничьих, и одна результативная партия была… На самом деле, да, ничьи были просто безумно боевыми. Осложнения. Осложнения в каждой партии… В каждой партии… В каждой партии, да, были осложнения, да, шла борьба, очень много было тактических вариантов, зевнуть фактически было на каждом ходу. Даже пример партии Александра Костенюк против Анны Затонских, и он говорит о многом. Мы можем посмотреть сейчас на турнирное положение. Да, на турнирное положение после второго тура. Четыре участницы продолжают лидировать в турнире, да. Александра Костенюк, Валентина Гунина, Жан Саяб, Думалика, Ирина Круш. И дальше у нас идут участницы, у которых по одному очку. Да, теперь их три. Белла Хатинашвили догнала Харику Дронавале и Мориси Бак. У Анны Джагнидзе, у Анны Затонских по полочкам. И замыкает… Паблицу, да, Элизабет Петц. Да, Элизабет Петц. Да, Элизабет Петц, у которой неожиданно ноль из двух. И она достаточно неудачно сыграла, в принципе, и турнир Вик-Конзи. Да, да. Который, да, она завершила буквально за неделю до начала этого турнира. Быть может, она очень устала. Это немножко пошатнуло, как бы, тоже и уверенность в себе. И надеюсь, что… Ей выдастся как-то… Ей выдастся, да. Да. Ну, восстановиться просто. И, может быть, завтра белым цветом все-таки сыграть. Я не знаю, даже как по советской шахматной школе, да, после двух поражений, да, надо как-то покрепче сделать ничью. Но, опять же, так просто ничью в этом турнире не сделаешь. Надо играть в боевые, в шахматы и как бы доверять себе. Ну, уже что будет, то будет. Проблема в том, что вот, когда ты начинаешь на несколько неудачных турнир, каждый уже сидит и думает, ага, сейчас… Вот тут-то я тебя и жду. То есть, пытайся использовать твою уверенность в себе. Что это такое? В гран-при, да, я была на месте Элизабет Тец и у меня совершенно не шла игра. И все меня хотели обыграть. Ну, тогда это, может быть, надо сыграть тебе на руку, да? Да. То есть, ты как бы ждешь, что все на тебя будут накидываться. И вот, опять же, ты можешь… Это твой шанс вернуться в турниры. С другой стороны, да, надо, конечно, не унывать. Так же быть, вот, как бы, да, мальчиком для битя, девочкой для битя. То есть, никому не хочется. Совершенно. Ну, то есть, мне кажется, сегодня был, опять же, очень интересный день, насыщенный, были интересной партией. Как всегда… Очень много событий, да. Спасибо нашим девушкам, нашим гроссмейстерам. Они, как обычно, радуют нас очень интересной борьбой. Вот, мне кажется, огромный шанс у меня упустила Вальдина Гунина. Это она единственный такой момент, самая такая драматичная партия из всех. То есть, она могла бы, конечно, выиграть эту партию, уже быть единым личным лидером в этом турнире, но… Ну, что делать, да, упущенная возможность, но… Она, может быть, была всего единственной. Быть может, единственной, да. И спасибо, конечно, тоже нашим зрителям и за вопросы, и за поддержку, и болельщикам. Так что… Ваши прекрасные комментарии. Да. Вас, кстати, очень поддерживают. За доброту. И, конечно же, ждем вас завтра в прямом эфире. Да, 12.50 по местному времени. Отключайтесь. Может быть, споем. Да. Не знаю уже, как вас зазывать, прелестные нимфы. Ну, до завтра. До завтра. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok